Самое весомое мнение, да, в российском футболе? Вступление в Азию, это, ну, да, это путь в никуда. Никакого принципиального согласия со стороны РФС не было. Подход у РФС такой, что если мы туда зайдем, то придет Газпром, даст денег. Мне не важно, чтобы сборная России играла батя с Афганистаном. У меня вот возникло наблюдение такое еще по игре с Ираком, что самого главного, самого удачного отрезка жизни сборной России с последней погоды мы не видели. Иран приблизительно играл с Россией, как ЦСКА играл с Тудроцем. Если бы я занимался гноблением Владимира Федотова, я бы про каждый матч ЦСКА говорил, какая ужасная игра, посмотрите, он неправильно сделал замену. Я все-таки продолжаю настаивать, что все наш футбол хоронят, все депутаты и все вот эти министры, которые пришли из индивидуальных видов спорта. Мне кажется, что любой человек, который рискнет, взять торпеды, он берет торпеды для того, чтобы обходить. Можно ли эту команду как-то убить? Всем привет! Тура РПЛ на этих выходных не было, но сегодня понедельник, поэтому сегодня время это футбол итоги. И мы сегодня будем обсуждать три больших темы, и не только РПЛ. Поэтому будет интересно, как всегда, Севастьян Серлецкий, который посетил легендарный матч, эпохальный матч. Тимур Гурская, который тоже на нем был. Да. Я Александр Дорский, который к этому не имеет никакого отношения. Ну и Василий Уткин, который к медиалиге, к РПЛ, ко всему российскому футболу имеет прямое отношение. Больше, чем к каждому из нас, я думаю. Ну и думаю, да. Да? Но я зато хочу сказать, знаешь что, я не знаю, что мы будем сегодня говорить, но точно знаю, что это сегодня будет самое весомое мнение в российском футболе. Ну, наверное, да. Да? Я думаю, никто нас не сможет. Ну вот какую еще тройку представить, чтобы могла повесомее быть, чем наша? Тогда про нас воскреснет, напишет Юрий Олеш, обзор про нашу программу. Вообще, в начале программы хочу поздравить нашего друга, нашего партнера, нашего близкого человека. У него вчера был день рождения. Сева, тебе с днем рождения. Спасибо. Чтобы ты такой же был пронырливый, и чтобы крысева никто не отобрал у тебя такое название. Чтобы ты везде мог пробраться и терял вообще интерес к работе. Я тебя поздравляю, похоже, со статусом партнера. Ну, хорошо. Да. Давай не будем продолжать. Так, все, давайте. Да. Сегодня у нас, как я уже сказал, три больших темы. И начнем мы с темы, которые, на самом деле, мы обсуждать не планируем. Ну, мы очень часто что-то не планируем обсуждать. Начинаем это обсуждать. Это тема сборной России и матчи против Ирана и Ирака. Я не знаю, вообще, по игре есть нам что сказать? Не знаю, Вась, ты посмотрел? Да, я смотрел обе игры. Обе игры смотрел? Да, правда, я, конечно, не смотрел сборную со среднеотецкими странами иногда. Я как-то настроился посмотреть Иран, потому что, ну, в принципе, уже можно было этого не делать. Но мне казалось, что соберется команда в более-менее сильнейшем состоянии, потому что это, соответственно, самый сильный соперник. Можно было бы посмотреть, на что команда способна. Но в итоге, конечно, очень много потерь. А тебе не показалось, что, ну, просто, может быть, показалось, что Иран приблизительно играл с Россией, как ЦСКА играл с Тудротцем? Ну, то есть, как бы, такое впечатление создавалось, что если даже вот в этом усеченном составе Иран немножко, как бы, ускорится, то они легко обыграют сборную России. Ну, если честно, я не настолько хорошо знаю Иран, как Тудротцем ЦСКА. Поэтому я не знаю, какие единственные возможности у команды Ирана. Но почему бы спрашивается им так играть? Я не знаю, там, кого они, может быть, проверяли. Все-таки у них скоро достаточно будут официальные матчи, насколько я понимаю. Но мне не показалось так, честно говоря. Мне не показалось, что команда, которая находилась на поле, играла как-то в полсилу. А мне показалось, что такое впечатление создалось, что они прямо, их один-один вообще счет вполне устраивал. И они, в принципе, готовы были на этот счет. И мы не могли всей командой одного Тереми сдержать, который там три или четыре момента там прямо железный. Тереми плохо сыграл, на самом деле. Плохо. Плохо сыграл. Да, плохо и имел четыре момента. Сразу вот момент из первого тайма, когда, помнишь, он получил мяч в правой части штрафной. Да. И сделал лишнее движение, там что-то еще. Я вообще не понимаю, зачем ему нужно было подрабатывать мяч. Он правша, он с левой ноги не бьет. Он стал убирать мяч под левую ногу, он бы сделал еще как минимум одно лишнее движение. Надо было сразу быть, он этого не сделал. Он просто, мне кажется, не в большом порядке. Ну, может быть. С матчем против сборной Ирана, наверное, с мотивацией это смотреть, все плюс-минус понятно. С Ираком мы тоже все смотрим. Но после этого уже как-то нельзя было не посмотреть Ирак. Да, уже вынуждены были посмотреть Ирак, потому что, ну, я тебе скажу, почему я посмотрел Ирак. Потому что на пресс-конференции после матча Ирана Карпин сказал, что я, ну, я не знаю по какому принципу, он ему не очень хорошо объяснил. Но сказал, я там плюс-минус выровнял составы, и это два раза состава. Да, и будет другой состав играть матчи с Ираком. Поэтому, как бы, анонс сделал такой, что пришлось смотреть и Ирак тоже. Ну, не знаю, честно говоря, ну, по мне, как бы, ну, у меня своя, как бы, я не буду высказывать свою точку зрения по поводу сборной. Все-таки она у меня, не знаю, я, как бы, противник тренера Карпина в сборной. Поэтому я лучше промолчу, вы лучше сами высказывайте, как, что вам пока понравилось. И надо ли эти матчи вообще проводить. Я не знаю, что тут могло понравиться, особенно если говорить про, ну, то есть, матч с Ираном, это был самый статусный матч за последний год. Ну, то есть, наверное, могло это понравиться. Ну, и, в принципе, наверное, кому-то мог понравиться факт, что сборная, в принципе, не нравится. Статус матч-то одинаковый у всех, статусный соперник, наверное, правильно сказать. Статусный соперник, ну, мне кажется, что в нынешней ситуации, возможно, статусный матч, это тоже нормальная характеристика. Против сборной Ирака, мне кажется, единственное позитивное впечатление – это Сергей Пеняев. Когда речь про футбол, конечно, да. Сейчас медиа начнется, ты его слышишь. Нет, сейчас мы обсуждаем игру действительно детально, все схемы, всю тактику. У меня вообще, честно говоря, матч с Ираком показалось максимально быстро, что и было в принципе в матче с Ираном. Доставить матч до крайнего полузащитника, там был Зиньковский, здесь был Пеняев, и они что-нибудь там придумают. Не знаю, никакой мысли, вот такой какой-то мысли, схемы там. Мне вообще показалось только одно, сейчас, ладно, я не хотел высказывать, причем вкратце скажу, быстро, быстро. Мне показалось, что Валерий Георгиевич Карпин готовит продажу себя и части игроков Ростова более статусную команду. Какой-то сборной Армении никуда? Нет, ну какому-нибудь Спартак, там прийти с группой игроков Ростова. Ты считаешь, что вот за эти два матча Спартак очень заинтересуется? Я говорю, что какая была идея, кто там заинтересуется, я не знаю. Сборная, да, вот, наверное, единственная мысль, которую можно высказать по игре, по обеим играм, наверное, что сборная пыталась делать то, что делает Ростов обычно. То есть, вот розыгрыш через вратаря. Да, 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 особенно во втором матче розыгрыш через вратаря просто оставлял очень обнадеживающее впечатление. Причем, когда я как раз сыграл вратаря Ростова. Ну да, да, поэтому не знаю, что сказать. Слушай, ну хорошо, что... Я не очень понимаю такой подход. Ростов находится на втором месте в чемпионате России. Да, но мы очень много критикуем здесь того, как Ростов играет. Вышел сейчас как раз на второе место. Во-первых, у Таракова продавать-то? Более... Нет, смотри, он продает... Зенит и Павел, российских футболистов, эти прекрасные русские ребята, Малком и Клаудинио тоже. Зениту не нужны российские футболисты? Зениту нет. Зениту нет. У Зенита есть по возрастным уже. Зениту нет. Есть вероятность очень велика все-таки отъезда, в случае случившегося отъезда Абаскаля. Или что что-то пойдет не так в Динамо. Карпин, как тренер, все равно будет первый номер на драфте. Да? Нет? Может быть, я не знаю. Ну, я тоже не знаю. Я бы это просто не думаю. Я тоже не знаю. Карпин, мне кажется, должен был быть первым номером на драфте, если бы Бууч рассматривал российских тренеров, после Шварца в Динамо. То есть, потому что это тренер, который пытается хотя бы тоже играть примерно в то же, вот что играл Шварц. Это сейчас очень утрировано глобально. Сань, ну, здесь другое. Понимаешь, после Шварца вселялось впечатление, что только иностранец ситуацию спасет. Сейчас, после того, что Яканович приехал, и вот этот сумбур в игре Динамо, и мы ничего не можем проследить, они не исключены, что следующий тренер может быть русский. А русский это только Карпин. Вы говорили про то, что Динамо интересуется Карпином, но Карпин придет только с Рискиным. Ты слышал про это? Я слышал про это. Ну, вот я говорю, что... Что это было прямо вот Глебовым? А теперь не только с Рискиным, а теперь еще и с Глебовым, с Осипенко. Ну, просто берем... Ну, если он приходит с Рискиным, то очевидно, что это было бы и тогда. Ну, послушай, времена меняются. Тимур, ты понимаешь, что у тебя сейчас риторика практически как у Леонида Арнольда еще? Нет. Потому что он после матча с Ираном сказал, что посмотрите на точность передач игроков Ростова. Не надо превращать сборную в Ростов. Но, честно, мне кажется, что это достаточно странная риторика. С Ираном или с Ираком? После Ирана, после Ирана. Так, а я после Ирака тогда, чтобы он сказал, что он молчал. После Ирака он сказал, что Сергей Песеков легендарно играет ногами. Ну, что, в принципе, на самом деле, это он один из лучших. Но просто давайте объективно будем. То есть Глебов, ну, один из лучших опорных полузащитников чемпионата. Мне кажется, вместо опорников. Да, но он не может выводить мяч ни к чему. Ну, да, да. И через него строить... Нет, но он может это делать. Не может. Да в Ростове через него много развивается. А так, ладно, вопрос не в этом. У нас нету Джики, у нас нету Дивеева. Я думаю, что вместо Осипенко в стартовом составе, оно тоже достаточно логично. Не, не, я просто говорю, что мне напомнил этот матч. Я даже с удатинком не стал. То есть, мне кажется, что вопрос только по... Если брать игроков Ростова, почему Камличенко играл в одной игре, да? Во второй играл Соболев. Ну, то есть, видимо, он просто хотел большого нападающего. И игровое время Тюкавина в этих матчах вызывает вопросы. Ну, то есть, зачем его тогда вообще вызывали, чтобы он сыграл так мало? Ну, не знаю. Это вопрос главному тренеру. Он дает очень много конференций. Ты можешь поехать и задать ему этот вопрос. Это делает Сева. Там он не молчит. Там он задает почти больше всего. Вася, раз мы уже эту тему затронули, хочется твое мнение услышать по поводу вот этой риторики разворачивающейся. Все равно сейчас ее будет вторая волна по поводу в Азии. Ну, мне кажется, что самый главный аргумент предъявил в эти выходные Казахстан. Который исторически начал в Азиатской конфедерации. Приложил огромное количество усилий. Потратил массу денег на то, чтобы перейти в УЕФА. И вот, наконец, команда, я не помню точно, какой именно успех, но я помню, что много об этом писалось. Я просто не очень следил за Лига наций в минувшем году. Да, в Лиге нации первое место. И перешли в следующую группу. Соответственно, и сейчас они обыграли Данию. И в первом матче со Словенией они тоже вели 1-0. Или, скажем, Словакии, да? По-моему, Словении. Словении, по-моему, да. Они 1-0 вели в конце. В конце тоже проиграли им. Хорошо играли тоже в первом матче. И здесь тоже 2-3. Данию обыграть, ну, это же не шутки. Да, причем я бы сказал, что там даже, я посмотрел часть, ну, собственно, мне было интересно посмотреть концовку, собственно, последние 20 минут этого матча. Я бы не сказал, что там был игровой перелом. А там, скорее, был эмоциональный перелом у Казахстана, потому что первый угол они забили с пенальти. Да. Ну, такой рабочий пенальти, там никакого особенного штурма не было. Потом парень, что называется, попал. Да? Тоже, в общем, ну, он мог так бить и раньше. И с этого расстояния не обязательно мешают бить. Это было достаточно далеко. Попал очень здорово. И третий гол, ну, действительно, уже невидимый. Это, опять-таки, уже эмоциональная вещь. Да, да, да. И там тоже парень очень здорово сыграл головой. Там нельзя сказать, что Казахстан именно игру перевернул. Он скорее... В течение обстоятельств. Его силы скорее было в том, чтобы продолжал верить вот в эту всю историю и не опускал руки. Вот и все. И в этом смысле им повезло. Мы, безусловно, хвалим сборную Казахстана. Я думаю, что у всех из нас было достаточно много знакомых на стадионе. И мы видели эти видео. Было реально круто по атмосфере. В Казахстане, да, да. Ну, реально, народ тоже объединился. Не, я тоже поздравил. Хорошо, как связана победа? Я могу поздравить. Победа уехали люди, скрываясь от ФанАйди. Да, бежали от ФанАйди. Они, собственно, руководствовались принципом ФанАйди. Так, и возвращаемся все-таки к вопросу перехода в Азию. Как это связано, да, с вот... Ну, как связано с... То есть, вы хотите сказать, что... То есть, Казахстан совершил обратный переход, и вот команда прогрессирует. А в данном случае отступление в Азию, это, ну, да, это путь в никуда, на самом деле. То есть, можно говорить про поводу прогресса сборной Казахстана, учитывая то, что они в Лиге нации играли с командами... Ну, и разная сильнейшая команда Азии. Безусловно. Безусловно, да? Вы знаете, что стадион, на котором команда играла, полуразрушен? В Иране. Вообще, те, кто был в Иране, говорят не очень хорошо про Иран. Нет, стадион, в принципе, он, конечно, чуть больше. И, наверное, поддерживается чуть лучше в порядке, но стадион там, как в Томске. Вот однажды, я еще работал на НТВ+. Мы занимались организацией трансляцией. Вот весной приехали в Томск, а там трибуны нет. Никто ничего не знал вообще. Не стало трибуны. Что у вас танковая атака была на Томске? Что случилось? Атанковый биатлон у них был. Мы ее просто решили, взяли и снесли. И там, в общем, приехали, там ничего просто нет. Технику ты ставишь на трибуне какую-то, да? Получаешь, что чистое поле, что ли, показывать? Там пришлось все построить, какие-то временные конструкции. Я там, кстати, не был, я не знаю. Слушай, ну здесь как бы есть другой пример. Наверняка будут стадионы в Катаре, там и в Саудовской Аравии, и в Объединенных Арабских Эмиратах. Но уровень футбола все равно будет очень низкий. И перейти в Азию. Я говорю, мы уже один раз на эту тему тут пытались дискутировать. Там Сева чуть слюнями тут все не забросал, нападая на людей, что в Азию переходить нельзя. Но просто мы сторонники того, что лучше действительно какое-то время терпеть товарищеские матчи, чем просто опуститься туда и обратной дороге уже не будет. Я бы сравнил переход в Азию из Европы со сменой гендера. Можно делать по зову сердца. Знаешь, что-то у меня как-то, что-то работы у меня нет, что-то я выпивать начал. Не стать ли мне женщиной по этому поводу? Ну, кстати, как говорил. С друзьями поссорился. Вот по этому поводу, так сказать, этого не делают, да? А тут еще, я просто уже смотрел эту фразу, это не просто смена гендера. Это как если, допустим, пожилой военный пенсионер решил сделать операцию и стать, например, зайчихой. Вот примерно такой же эффект. Ну, я думаю, что... Я думаю, что... Севы перебил, вот такой рук. Да, я думаю, что у нас просто потихоньку готовятся. У него слюни просто еще не восстановились. На самом деле, вот есть аргумент, что нам надо перейти, потому что мы получим доступ к чемпионату мира, но таких гарантий нету. Нет, мы никакого доступа не получим, потому что мы не выйдем оттуда. Во-первых, да, это хороший вопрос. Во-первых, там увеличивается квота сейчас. Нет, сборная Ирана, сборная Австралии, сборная Японии, сборная Южной Кореи, но как минимум... Могут отказаться от игры с нами. Я даже не про это. Они не слабее сборной России, но... Они точно сильнее сборной России. Ну, не факт, но... То есть это просто непонятно. Если проследить вообще всю новейшую историю сборной России, даже в 21 веке, и посмотреть результаты матча с азиатскими командами, и товарищеские, и официальные, была Южная Корея на чемпионате мира, была Япония на чемпионате мира. Будет только одна победа на Саудовской Аравии. Есть вопрос. Саудовская Аравия, самый сильный чемпионат, и, как мы видим, в принципе, это неплохая сборная, которая при определенных... Нет, нет, я говорю в памяти о московом чемпионате. Я считаю, что мало того, что у нас никаких гарантий нету, мало того, что я думаю, что этот последний чемпионат мира, который будет в США, с таким количеством огромных команд, это дальше так не вышло. Не надо забывать, что сборная России, в частности, не поехала на чемпионат мира сейчас, вернее, скажем так, прекратила борьбу, фактически, за участие в чемпионате мира. Не потому, что УЕФА принял какие-то меры, то есть конфедерация, а потому, что они отказались играть. Кто? Поляки. Ну, поляки. Ну, да, сначала поляки были шведы. Почему они сразу же сказали, что мы отказываемся играть, и даже если у нас дисквалифицируют, мы все равно играть не будем. Но это то же самое, что я говорю, что при этом матче с Японией и Кореей, возможно. Хорошо, ну, предположим, мы пробиваемся на чемпионат мира через Азиатскую конфедерацию. Ну, предположим. Во-первых, кто нам даст визы в США? Ну, допустим, дадут. Ну, даете сейчас визы. Но самой команде дадут, конечно. На чемпионате мира мы встретимся с европейскими командами. Ну, обязательно. Возможно, даже с двумя, если мы поедем как азиатские. Да, совершенно верно. Они тоже, может быть, могут не захотеть с нами играть. Да, то есть это, ну, я думаю, что мы тут все сходимся с тем, что это не выход, если мы говорим про перспективу участия в мировом чемпионате. Я не выступаю в поддержку этой палаты, потому что я понимаю, что началось все с того, что с нами отказался играть. Конечно, да. И здесь другой еще вопрос. Даже в азиатских командах, даже какие-то азиатские команды могут с нами отказаться играть, когда будут стыковые матчи-переигровки. Но даже не в этом все дело. Есть какие-то люди, которые там, например, условно, как наш предыдущий гость, который сказал, что для этого появятся официальные матчи. Ну, условно, там будет существовать сборная, которая будет играть официальные матчи. И это важно. Допустим, для него это важно. Ну, например, вот честно, мне не важно, чтобы сборная России играла бать с Афганистаном. Вообще мне не важно. Но, слушай, про вот это надо сказать. Ну, вот я хочу, чтобы в жару, в юне месяце в Афганистане... Ну, на прекрасном поле Бишкека, да. И вообще не будет отпуска, по сути, у игроков РПЛ. Можно про это стебаться и писать в комментариях, что они не заслуживают отпуска своей игрой. Но это, естественно... Но это чушь вообще слушать не надо. Потом я читал... Подожди, давай вот остановимся на вот этом, я даже выписал, как это называется, чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии, Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Афганистан. РФС же про это ничего же не объявляла о том, что мы будем участвовать в это. То есть это пришло с третьей стороны. РФС мальчил. Так РФС не объявлял про матч с Ираком? За сколько объявились? За сколько дня? За сколько дня? За сколько люди думают. И то есть, насколько я понимаю, действительно, что РФС высказал позицию, что теоретически нам это может быть интересно, мы должны узнать детали. Но никакого принципиального согласия со стороны РФС не было. Это еще один аргумент. Вот, допустим, Тимур, исполнится мечта многих людей, и ты станешь спортивным директором или президентом Спартака, например, да? Ну да, например. Какие странные мечты у людей бывают. Некоторых людей не добавили. А тут сборная, значит, бац, едет играть в Японию. Я думаю, что у тебя сразу получится так, что Джики не здоровится. У меня полкоманды не поедет. Ну, слушай, ну туда и сюда. Да, это, конечно, Владивосток играет. Ну, это выбор Владивостока, они могут не играть. А тут, интересно, вы приехали для того, чтобы джетлагом мучить своих ведущих игроков все время? Конечно, да. Главин с Миручком. Была же история. Счастливо будут слетать в Японию на денек. Хабаровский СКА теперь, поэтому играет в Петербурге сейчас. Нет, Сань, была же история. На какой-то товарищеский матч «Зенит» полетел играть в азиатскую страну. Когда-то там три или четыре года назад. Не, не, ну лет шесть назад. Ну, сейчас был матч, опять же, с иранским Сипаханом. Мы увидели замечательное качество этого трансляции. В Китае или очень далеко. А, или Спарта. А, ЦСКА. ЦСКА была турнета в Китае. Они потом приходили в себя. Больше недели приходили в себя. Они вместо сборов поехали в турнир по Китаю. Да, 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 полетели далеко. Нет, нет, это, во-первых, ты правильно говоришь. Это и в Японию. В Японию нам летать, например, не придется. Мы будем играть, наверное, все-таки с этими азиатскими. Но мне просто неинтересно. Матч, во-первых, с Афганистаном, с Киргизией, с Таджикистаном. Не знаю. И Киргизия. Но, с другой стороны, я хочу сказать людям, которые любят футбол. Не которые просто сидят там в Госдуме и говорят, что мы хороним свою сборную. Что она не играет официальные матчи. Мы клубную систему похороним с этим переходом. То есть у нас клубный футбол просто начнет потихоньку вымирать. И Севына мечта осуществится. У нас будут очень бедные, скромные футболисты на маленьких зарплатах. Но это смотреть будет невозможно. И потом медиалегийные команды будут их обыгрывать в футбол. А прикинь, если они сейчас обыгрывают. Так будет. Но Малком, Клаудин и Вендел останутся. Уедут тоже. И Сева будет задавать этот вопрос. Они тоже спокойненько соберут свои вещи и уедут. И если... Клубному футболу будет конец. Я думаю, что многие уже рассматривали, как проводится Лига чемпионов Азии. Что очень сложно с точки зрения логистики. Календарь рваный. Денег там абсолютно нет. Ну да. Четыре миллиона долларов получает победитель. Как я понимаю, есть подход у РФС такой, что если мы туда зайдем, то придет Газпром, даст денег, и типа это станет большой турнир. 50 миллионов. Сколько Газпром давал Лиге чемпионов? Ну хорошо, даст 50 миллионов. Газпром не будет отдавать Азии столько, сколько Лиги чемпионов. Это понятно. Газпром столько сейчас и нет. Да, и во-вторых, зачем Газпрому платить какие-то большие деньги Азии, чтобы, по сути, потом отдавать, перекладывать себе же в карман? Ну так, по-хорошему. Смотри, я просто слышал, что там отход такой. Уже ни одного нет аргумента. Нету параметра. Я согласен. Придет туда Россия, придет мощный спонсор, и за ним потянутся остальные спонсоры азиатские. И типа они сделают крупный большой турнир. Ну, это же чушь, потому что богатые азиатские инвесторы почему-то покупают европейские клубы. А что же они там не вкладывают? Почему они не могут прийти туда без Газпрома? Почему они не приходят туда? Богатейшие саудиты, катарцы, эмираты, они покупают европейские клубы. Корейцы не покупают европейские клубы, но тоже корейские деньги никакие. Ну да, и японцы могли быть там теоретически, но не хотят и не вкладывают. Ты именно правильно сказал, даже с точки зрения русского языка. Мы тебя поправляли именно саудитами. То есть члены семьи. Ты видишь? Меня потихоньку, потихоньку. Ты растешь, да. Лучше вложить деньги в Нью-Кассов, чем в этом. В общем, от конкретики. У меня вот возникло наблюдение такое еще по игре с Ираком, что самого главного, самого удачного отрезка жизни сборной России за последние полгода мы не видели. Это какой? Потому что лучшим отрезком сборной России был перерыв матча с Ираком. Почему? Ну, потому что если что-то случилось, и команда все-таки начала хоть во что-то играть. А, после перерыва. Для первого тайма, у меня использовала вся в выпуске, я придумал формировку, что, так сказать, играли, ну, когда за каждой связи, можно было сказать, вот, получил мяч, пеняй на себя. Пеняй на себя. Вот я и говорю, что в первом матче у нас Зиньковского вместе оставался. Скажи, ну, а вот будем обсуждать чуть-чуть или нет высказывания? Это все, что если бы он не забил Ираку, он бы не забил рекорд молодого. Давайте сначала поздравим Сергея Пеняева. У нас есть список всех самых молодых авторов голов. Тут, в принципе, все... Да, я и вас сегодня заметно увидел, что хотя бы... Лишних фамилий здесь нет. Здесь все реально... Будущие звезды. Особенно, да, вот Киржаков Александр, будущая игровая звезда сборной России, я думаю. Ну, момент, когда он это сделал. Да, ну, кстати, конечно, Кубок ЛДЖ нужно вспомнить. Опять же, про Азию. Легендарный турнир перед чемпионатом мира. Это тоже товарищеский матч, конечно, был, но так как Кубок ЛДЖ настолько остался в нашей памяти, что я решил... Ну, с чего, так или иначе, забил у тебя на чемпионате мира, если я ничего не путаю. Да, но это было просто попозже. Это все равно был бы рекорд. Ну, это все равно было бы меньше, чем 19 лет, 80 лет. Да, это было бы меньше, чем у Киржакова, а головой номеранчок забивали позже уже. Тоже в знаменитом матче с Белоруссией. Так что, да, Пеняева, надо поздравить точно, Пеняев молодец, сыграл хорошо. И в чемпионате его как бы прибавляет мальчишка. Здорово. Что вы думаете по поводу высказывания... Быстро надо это обсудить, да, у нас есть несколько высказываний. Матыцын. Вдруг кто пропустил, то есть давайте сначала посмотрим, что сказал Валерий Карпин. Это было еще в самом начале сбора, это было еще даже передвали там в Иран. Да, все началось еще в Новогорске. Но это провокация или нет, Вася, вот такое высказывание? Матыцына? Нет, Карпина. Мне кажется... Ну, типа того, что главный тренер сборной говорит, что он не держится за это место. Ну, а что держаться-то? Ты черчевцев держался, что это было хорошо, что ли? Нет, ну не хорошо или плохо, должен ли так тренер говорить? Было плохо, а потом стал держаться и стало плохо. Ну, а как бы высказывать это надо в открытую? Типа я не держусь за это место. Ну, то есть мне там как бы, ну, как бы мне все равно, уберут меня или оставят? Ну, просто нет. Ну, Кайпин, конечно, не просто. Нет, как бы надо знать Валеру просто хорошо. Валера так всегда разговаривает. Это не то, что... Ну, у него всегда такой разговор на полу Стёбе. В принципе, был всегда такой посыл. Так, если вспомнить... Стёба здесь нету. У него всегда такой разговор, немножко сарказмом всегда. Конечно. То же самое, что было перед Хорватией, когда он говорил, это не самый важный матч в моей карьере. И все говорили, да как? И он говорил, что самый важный матч в моей карьере был Ростов-Урал. Когда Ростов мог попасть в переходные матчи в его первый сезон. Ну, во-первых, мы точно не знаем, что он думает. Это просто он говорит. Да нет, я думаю, что мы понимаем, что он думает. Ты думаешь, ему все равно? Я думаю, что все его... Нет, нет. Это разные вещи. Я не думаю, что ему все равно. Мне кажется, что мы понимаем, что он думает по поводу происходящего. Ну, скажи, скажи. Нет, скажи, ты скажи. Она проговорит. Он об этом говорил в интервью Михаила Барзыкина. Я думаю, что все его смотрели резонансное интервью. Там было сказано по поводу вот этого турнира. Извините. Турнира. Многое пропустили, Василий. Я вообще ни разу не смотрел Барзыкина. Мне же жаль. Ничего нового не думаю. Часть аудитории точно смотрела Карпина. Безусловно, у Барзыкина тоже большая аудитория. Часть смотрела и его, и в целом контент. Кто-то пришел просто на Карпина, понятное дело. То есть он высказался по поводу этого чемпионата Центральной Азии. Это точно. Это все понятно. Хорошо. А вот у меня вопрос. По поводу разных высказываний, опять же, про переход в Азию. Тоже все было. То есть, естественно, он к этому относится негативно. Я, ну, мне кажется, абсолютно понятно отсутствие запредельной мотивации у него и у игроков. В этом смысле, мне кажется, можно принять Роману Золбину. Это довольно экзистенциальным существованием. Сборная России и ее тренер. То есть, ну, это человеческая реакция. Все, я понял. Сань, посыл ты понял. Посыл твой правильный. И удивительно, что если это так, например, я просто не знаю, как это у них происходит, что, допустим, если этот турнир условно заявляется Россия на этот Центральной Азиатских республик турнир и не согласовывается с этим тренером со сборной. Ну, он идет, конечно. Это глупо просто. Я думаю, что он идет. Что с тренером сборной надо согласовывать. Вася, а ты что думаешь? Ну, надо ли сейчас искать тренера, который бы, допустим, держался бы за это место, и ему было бы круто, что он там тренер сборной. Или все-таки сейчас вообще... Он сказал, что ему нравится работать с тренером сборной. Кому? Карпин сказал, мне нравится. Ну, нравится. Но если решать от уволения, я не умру от этого. Ну, никто не умрет, понятно. Слава Богу, я говорю, что в футболе никто не умирает от происходящего. Но это не значит, что тут может происходить всякая дичь, допустим. Ну, а вот министр спорта высказывает. Он зачем подрывает министр спорта? Валерий Георгиевич потом пояснит. Это очень просто про министра. Это же очень просто. Скажи. У министра не может укладываться в голове, как можно не держаться за свое место. Этому министру понятно все. Он считает, что это любой министр. Или министр в нашей стране и любой чиновник. И они тоже считают, что тренер сборной сборной национальной в любом виде спорта, это тоже чиновник. Ну, они так думают. А Черчесов нам такой посыл и давал, что он чиновник, что он призван на службу Родине. То есть, что он командир. Командир, он, да. Полевой. Полевой. Да, да. Что он, да. Сейчас не будет. Он как бы называть полевыми командирами. Он будет, он будет, он как бы, он воспринимал это как на боевом посту он находится тренер сборной России. Он просто косноязычный человек. Вот и все. Старчев, честно. А подожди, я слышал, за столом иногда тосты наши какие говорят. Ну, это... Или это заучено. Ну, послушай, но это они всю жизнь за столом проводят люди. Понятно. Короче, он должен своим тревюк, видит тостов. И не пьющий человек за столом. То есть, вот все эти тосты он мог много раз запоминать. Ну, так, наверное, и было. Но мне кажется просто, что, конечно, министру спорта, ну, окей. Может, он так и думает, но говорить тогда, это просто, мне кажется, что он просто подрывает тогда авторитет тренера. Ему надо было... Ну, конечно, он подрывает авторитет тренера. И это же... Вот это высказывание появилось в день матча с Ираком. С Ираком. С утра. И это была самая обсуждаемая тема вообще дня. Ну, то есть, смотри, вот что сделал. И после этого... А вы не помните, какие обсуждения он сказал? Его где-то поймали? Китай он сейчас... А, ну, просто так совпало. Я даже не знал, что сборная играет. Вот о деньг, может быть, не стоит о деньг говорить. А я все время говорю, что Матлицин, по-моему, тоже... Он же был каким-то спортсменом, да? Он же, по-моему, тоже из... Я продолжаю настаивать, что все, наш футбол хоронят все депутаты и все вот эти министры, которые пришли из индивидуальных видов спорта. Которые в футбол... Вот они пришли с шести лет. Вот они воспитывали своих вот этих, я не знаю, в фехтовании, я не знаю, в фигурном катании. Или там в гимнастике. Они добивались каких-то успехов. Но никогда не зарабатывали столько, сколько футболисты. И у них это вот прямо... Я не могу это объяснить. Обида. Это на уровне генов ненависти. Тут есть футбол. Ненависть просто. У самых разумных людей, которые вот являются в их церкви, в их футболе спорта, есть по этому поводу ревностное отношение к футболистам. Приведу, к примеру, Елена Сергеевна Войцеховская. Даже ненависть. Умнейшая женщина образовывается в Елена Сергеевна Войцеховская. Умнейшая женщина прекрасно знает спорт. Тьфу. Ненавидит. Да. Причем она подчеркивает, я люблю футбол. Я люблю российский футбол. Ну вот видишь. Это вот регион. То есть, мне кажется, что тут ты тоже чуть понятия подменяешь. Подменяю. Да. Спасибо. Ты прибываешь в русском языке. У нас... Я дворского подсказываю. У нас баланс, да. Понимаешь, подминируешь, что ли? Да, подминирую. Я такое слово даже раньше не знал. Не, подминируешь ты нас, когда ты говоришь про депутатов, естественно. Ты говоришь по поводу индивидуального и командного вида спорта. Да. Потом ты сводишь... Это именно футбол. Нет, хорошо. Это именно футбол. А потом ты сводишь это к зарплатам. То есть, мне кажется, что... Саня, это все от того поля ягоды. Потому что, когда, допустим, условно... Я много раз это слышал. Что, допустим, они говорят, к примеру, там, биатлон, там, или лыжные гонки, или борьба. Приносят столько медалей в олимпийскую копилку. Ну, это правда. А мы зарабатываем, там, условно, тысячи долларов в месяц. И футболистам, которые, там, выкладывают свои посты, там, из ночного клуба, которые, там, можно сказать, я, там, заплатил за счет 5000 долларов сегодня, там, или 10. Это накапливается с шести лет. И когда они выходят на пост министров, и когда они считают, что они владеют спортом этой страны, и владеют умами нации, что они начинают мстить просто. Это, ну, это нормально. Это еще какая-то слишком сложная тема. Нет, вообще не сложная. Потому что... Они просто делают популистские заявления раз за разом. Нет, это не популистские заявления. А не было бы лучше популизма сказать, что давайте поддержим русский футбол, потому что футбол смотрит больше всего людей. Конечно нет. Нет, это ненависть. Потому что мальчик, которого убили в школе... Это министр спорта. У него, понятно, как бы, у него государственная повестка. Еще раз. Мальчик, которого убили в школе 10 лет, когда вырастает, следующие 40 лет мстит всем. Всем абсолютно людям. Давай прочитаем концовку высказывания Матыцына. Надо четко определиться, ты с нами, с командой, с кем, с кем, с кем с нами. Это чисто просто популистское высказывание. Да нет, он хочет укусить именно тренера сборной. Почему-то по хоккейу, вот это, блядь, хуйню, это не говорят они. Или когда баскетбол, мы проигрываем, мы по баскетболу последние 5 лет, там, или 6, я не знаю. Проигрываем вообще всем. Опустились на дно, но про баскетбол он такое не говорит. Дело даже не в этом. Дело, давайте просто раздевать. Вот, во-первых... Ты знаешь, что главный тренер сборной России по баскетболу? Знать не хочу, не знаю. Это был Сергей Базаревич. Вот давайте произойдем. С командой, с болельщиками России или сам по себе? Вот, честно говоря, я в этом смысле не идеализирую, но, по-моему, нет никаких сомнений, что Карпин с командой. Ну, с командой, точно. Ну, с командой, абсолютно нормально. Хорошо, что знаю, вот хорошо, с болельщиками ли? Как понять, кто сегодня с болельщиками? Когда... Когда он ввел фанайди и убил всех болельщиков. Огромное количество людей, да, бежало от фанайди, платят способных молодых людей, бежало от фанайди в Грузию, в Армению, в Казахстан и так далее. Даже в сборной Армении и Грузии уже. Даже в сборную уже сбежали. Хорошо, с Россией. Ну, здесь я по-другому скажу. А вот это типичный, совершенно пример, грубые ошибки, которые допускают все чиновники в нашей стране. Они путают государство и страну. Смешивают. Это не одно и то же. Но, допустим, Ваше... Это не обязательно противоречащие понятия. Это точно не одно и то же. К сожалению, мы сейчас находимся в таком времени, когда очень сильно сближаются эти понятия. Сближается страна и Россия. Напротив. Напротив. Если бы, примитивно к футболу, на примере футбола они сближались, не потребовался бы никакой фанайди. Это ты прав по-своему с фанайди. Я хочу сейчас защиту Валеры сказать. Послушай, Валера состоятельный парень. Если бы он не был бы с командой и со страной, он просто бы в какой-то момент поднялся бы и уехал отсюда. Но как можно вообще, и тем более перед матчем сборной, министр провоцирует? То есть, что вот этим заявлением сделал министр этот? Он, если бы, к примеру, мы не обыграли бы Ирака... Он породил дискуссию. Да, он... Нет, если бы мы проиграли бы Ираку или не выиграли бы Ираку, он бы себя похоронил бы. Все министры говорят не для того, чтобы их услышали... Ну, Валера, он стал бы закапывать. Футбольная аудитория, министры говорят, чтобы их услышало начальство. Хорошо, давайте послушаем, что... Послушаем, посмотрим, что сказала начальство российского футбола Александр Дюков. Естественно, ему пришлось про это говорить. Он дипломат. После? Ну, он дипломатичный, но он защитил Карпина. Ну, а, конечно, как не защитил, тогда ему надо было бы его уволить. Если бы он тоже был согласен... Но тебе не кажется, что формулировки про вырывание из контекста... Не, мне знаешь, почему... Это немножечко не соответствует действительности. Мне знаешь, почему смешно? То есть это говорит о том, что он дипломат, как раз таки. Да, это круто, что он дипломат, и он говорит для... Нет, это вырвано из контекста. Это вырвано из контекста того, что человек не знает, что завтра человек Карпин, как он обычно себя ведет. Ну да. Что внутри команды происходит. Не из контекста слов, а из контекста обстоятельств, что это вырвано. Потому что, в отличие... Вот здесь я согласен полностью с Васей, что, допустим, слова Матыцина были специально напечатаны для того, чтобы это кто-то прочел. И эти слова были напечатаны. Потому что, ну, кто смотрит футбол, понимает, что Валерий Георгиевич сказал это вслух на пресс-конференции. Ну, если он был в Китае... Поэтому нельзя вырвать это из контекста. Нет, Александр Валерьевич это тоже говорил. Это слова, которые были сказаны на пресс-подходе после матча. Но если все-таки у Матыцина есть, мне кажется, одна возможность исправить положение, в данном случае, если это его волнует. Он может сказать, как он был в Китае, то это было приедено сначала на китайский, а потом обратно на русский. И поэтому там... И это утерялось в контексте. И это потерялось, да. Один иероглиф не в ту сторону перевели. В общем, давайте будем надеяться, что никакого дальше конфликта в том числе Слове снова не будет. Потому что это просто на ровном месте. И ни к чему хорошему это точно не проведет. И давайте перейдем ко второй. Наоборот, это же хорошо, когда была эта тема. Инфопол. Ну, для Севы, да. У Севы сейчас будет. Сейчас мы ради Севы сделали целый блок. В смысле, это вообще-то событие в футболе русском. Вась, ты считаешь это событие? Я даже написал, что это эпохальное. Ну, я бы сказал, что, а сколько других событий нету. То хотя бы это. ЦСКА-Тодроц матч. Что это вообще значит для тебя? Ну, честно говоря, я не то чтобы жил ожиданием этого матча. Мне было интересно, что из этого получится. Но я бы, может быть, ограничил все, что посмотрел. Может быть, там. Слушай, я надеюсь, у нас очень образованные наши зрители. Я всегда как бы, судя по нашим отзывам ВКонтакте, вы все знаете, что у Василия Вячеславовича есть футбольный клуб «Эгресси». Да. И ты очень сильно погружен в тему медийной лиги и знаешь, что я что-то там происходит. Ну, скорее всего, в футболе, когда медийная лига, я в меньшей степени, временно в лигу погружен. Я хотел сказать, что вообще у меня был совершенно конкретный повод включить, так сказать, телевизор. Я в перерыве, ну, многие знакомые, у меня долгое время работал тренер Антон Попов, который сейчас тоже в знак протеста против FAN-ID уехал в Аргентину жить. И, соответственно, и работать тоже, надеюсь, поскольку у него есть лицензия, которая позволяет это делать на некотором уровне. Короче говоря, я получил от него сообщение, что он написал, что это миздец. Тудроц ведут один и после первого этапа, и не сказать, чтобы не по игре. Ну да, да, вот это ужасно. Я думаю, ну хорошо, видимо, надо пойти посмотреть. И действительно, действительно, так оно и есть. У меня была такая же история практически в перерыве. Я послал отцу, который, ну, очень опосредованно, естественно, связан с медиалигой, но знает Тудроц Амкал. Я ему послал скрин, минута, 45-е, 1-0, и игроки уходят по трибунку, и он пишет, а ЦСКА каким составом играет? Я говорю, ну. Ну смешно. О, основные. А вот этот вопрос, ЦСКА играет каким составом? То есть мы даем надежду, что если бы ЦСКА вышла молодежная команда, то счет должен быть в пользу Тудроца, да? Во-первых, это с командой командой. ЦСКА должна быть любой командой обыгрывать. Не самой молодежной, а чуть более молодежной, юношеской, скорее. Как-то раз сыграл в ничью с Амкалом. Притом это был еще совсем медийный Амкал, вот прям блогеры. Вот сейчас играют профессиональные футболисты. Да ладно, да. Дима Егоров там бегал. Короче, там совсем было. Да, такое бывало уже, это во-первых. Ну, о чем это говорит вообще? Послушайте, о чем это вообще должно говорить? А вот что, сыграть футболисты ЦСКА, которые не проходят в состав, они часто играют при публике в 15,5 тысяч человек? А их ты думаешь, а подожди. Они часто играют на своей большой арене? Ну, никогда, допустим, не играют. Они не понимают, что их смотрят, я не знаю, какая сумма на аудитории у них получилась. Пока еще не обыгрывали. Несколько сотен тысяч, наверное. Тем более, что мы не узнаем, поскольку Кинопоиск не открывает эти данные. Нет, Кинопоиск открывает, допустим, по Королю и Шуту сейчас. То есть, при удачном раскладе они должны. Если очень удачно будет. Они открывают по Королю и Шуту, потому что сериал продолжается, и это вызывает им дополнительный интерес. А в принципе, я вам говорю, как человек, который с большой благодарностью сотрудничество с Кинопоиском, но мы никогда не могли от них получить информацию о конкретной аудитории. Не то, чтобы это была болезненная интересная информация, просто я привык так работать. Я знаю, Кинопоиск заинтересован в том, чтобы транслировать медиалигу, поэтому, возможно, они как раз под это и откроют. Может быть, это будет очень хорошо. Но дело в том, что точно аудитории мы не узнаем, но они же точно тоже понимают, что это будет огромная аудитория. Ну да, наверное. Это должно мотивировать. Если не мотивировать, то тогда спрашивается, ребята, ну, собственно, вы играете против тех, кого вы, возможно, в скором постараетесь вытеснить из состава тот рост. Потому что в ЦСКА дальше вам не предстоит пойти. Да, то есть, правда, Мухин, Кучаев играли в опорной зоне, да, то есть это запасная пара. Чалов, Заболотный. Нет, но Чалов мы не берем. То есть, Чалов, Заболотный – это все-таки игроки, которые сейчас стартом стали играть, но Мухин, Кучаев… Чалов, Кучаев, ну, нахер сорвал с себя камеру GoPro в перерыве. Илья Гавов, который первый матч провел. А говорят, что ему, кстати, кто-то прям начал пихать за это. То, что у тебя, по-моему, Мозес ему начал пихать. Что ты с этой камерой играешь? А Мозесу после матча за Гаучу никто не пихал, нет? Как бы его просто изнасиловали. Послушай, я тебе могу так сказать. Знаешь, для меня особенно, что отметил, что Гаучу точно в командах четырех-пяти последних командов был бы игрок основного состава. Это говорит о том, что ты не следишь за Медиалигой постоянно, потому что это один из самых, считается, провальных трансферов, правильно? Да, ну, потому что Кутуз, да, потому что он не смог Кутуза заменить. Нет, вопрос в другом, что именно в этом матче, ну, я не знаю, он просто… Ну, до этого же он хорошо там, считается, играл. И первый сезон, когда он играл в реалии. Ну, первый сезон он был реально полупрофессиональный, второй уже стал более профессиональный, и там он выглядел не очень хорошо, но на МКС и первом сезоне Медиалиги он был… Ну, вообще, вот надо эти матчи проводить в дальнейшем? Ну, конечно, да. Ну, во-первых, как бы, Тудроц, как люди приличные, они как бы должны, наверное, дать возможность ЦСКА ремать. Окей, хорошо, допустим, они дадут мать Реванша. Что это значит будет? Проиграть 5-0, будет что-то это знать? Потом, извините, конечно, но вот можно говорить что угодно, о том, что ЦСКА там в полноги, во-первых, дураки, что в полноги. Ну, да. Это, в общем, если так, во что я не верю. Я допускаю, что… Мичалов расстраивался, когда он в первом тайме не забивал. Я допускаю, что серьезно не настроились. Ну, послушайте, ну, так не играют в футбол, можно что угодно говорить, но во втором тайме, опять-таки, ссылаясь на телеграм-канал Антона Попова, который немножко разобрал эту игру, говорит, ну, вы мне, конечно, извините, но если это такая тактика, подавать раз за разу в штрафную, где один человек против пяти твой, и вы же этого не видите, что ли? Это что за игра такая? Ну, и в первом тайме тоже такое много. Я посмотрел, я не знаю фамилию их, четвертый номер от Удроца. Второй номер в ЦСКА, он регулярно в заявке на матч чемпионата. Он выглядит просто идиотом. Видел, куда он пошел, когда второй гол забил? Второй гол он просто приветствовал. Сычев по сравнению с ним просто был… Это что означает, что он настолько несерьезно относится к тому, что ему хочется в таком свете себя выставлять перед сотнями тысяч зрителей? Хорошо, о чем это говорит, Вась? О том, что уровень российских игроков очень низкий, который даже в основе, который играют… Тимур, во-первых, это просто товарищеский матч. Да, ну и… Хорошо. А это правильная формулировка? Это просто товарищеский матч? Мне кажется, что это не просто товарищеский матч. Ну, в головах. Давай так, смотри, давай, Сашка, вот я проявил пример. Ты знаешь, настроение в ЦСКА. Я тебе скажу. Как это играет на себя? Давай я тебе расскажу. Давай я тебе расскажу. Саша, секунду, я тебе расскажу. Я расскажу тебе, Тимур, а я расскажу тебе. Я расскажу сейчас с того, что я знаю. Хоть когда из этого матча, Вась, когда из этого матча хотели сделать шоу, ну, типа, сделать, допустим, там, ввести состав, там, чтобы не какое-то время сыграл Бурунов, Баста и этот… Чужой. Нет, Чужой, нет, нет, нет. Фил Воронин? Фил Воронин. И играть, чтобы сыграть по правилам медиалиги, 25 минут чистого времени, Федотов сказал категорически нет. Никакого шоу-матча у меня нет. У меня есть матч, когда мы идем, входим в цикл… У него есть недельный цикл. Недельный цикл, да. И я хочу готовить команду. Блядь, вопрос тогда. Вы готовите команду, выходите в какой-то цикл. Вы не под бешенными нагрузками, и это, допустим, не январь месяц, когда у тебя там первый сбор. Фил Воронин – это команда уровня лидера ПФЛ-2. Ну, как бы, второй лиги. Которая может бороться за выход в ФНЛ. Ну, хорошо, команда второй лиги может обыграть ЦСКА? Конечно. Почему сомнительно? Сомнительно, потому что вторая лига – это очень длинный турнир. Да, мы не видели дистанции. Это совершенно другая история. И я не хочу сказать, что они не смогут так играть. Хочу сказать, что матч не демонстрирует их готовность провести такой сезон. Мы не говорим про то, что на дистанции они могут стать лидерами, но по составу они вполне могли бы бороться. Послушайте, какой дурак сейчас играет во второй лиге? Во второй лиге с пользой для себя могут играть футболисты, которых отдали в аренду. Футболисты, которые помогают большим клубам. Во-вторых, команды больших клубов могут там играть. Во всех остальных случаях, ребят, ну, слушайте, на вторая лига, я неплохо знаю эту историю. Ну, конечно, команды бывают разные, и в городах по-разному к этому относятся, но в целом… Послушайте, ну, вот команда Динава Владивосток руководила человек в прошлом году, который за год, в течение года, до того, как он возглавил футбольную команду, вышел из тюрьмы за то, что он наворовал на баскетбольном клубе в Владивостоке. Я забыл, как его зовут. У него такая, да, фамилия. Новый вид спорта, все. Не Иванов, я бы сказал, у него фамилия, да. Я не забыл, как его зовут. Вот, а значит, он реально, он только что доказано, что он занимался расхищением денег на спортивном, например, команде. Он вышел из зоны и немедленно возглавил другую спортивную команду. Как вы думаете, как там устроено? Ну, потому что они, наверное, но он прошел очищение тем, что он должен был немножко обучиться и уже не попасться. Второй раз он же не дурак, чтобы он... Обычно говорят, что проходит очищение пердивом. Я бы сказал, что вот когда Кокорин закончит футбол, станет тренером, вот они должны объединиться с этим человеком, поскольку они оба уверены, что... Ну, Вася, хорошо, шутки шутками, но, допустим, мы видели накануне первый тайм безобразный, допустим, Самара играла, второй там чуть-чуть понял, там Осинки вставил. Мы видели матч... Сегодня я читал где-то в Телеграме, я просто заслался на издание, но просто я не запомнил. Я не стал читать все интервью. Игорь Стефанович рассказывает, как он играл по второй лиге. Где его размещали, где он жил, значит. Какие-то были помещения. Ну, наверное, это были казармы. Нет, не казармы. Допустим, говорят, лучшие игроки Тудроц, там, Мана, который забил второй гол, и Сева с ним, Ваня Николасика разговаривает. Ты пойдешь, если у тебя будет продолжение, говорит, вторую лигу нет. Как и все игроки. Как и все игроки. Это логично. Это понятно. Совершенно очевидно, что они при этом теряют, они теряют внимание. Да нет, нет, я тебе сейчас расскажу. Получают они вместо этого бесконечные переезды, бог знает где, полное отсутствие внимания не просто со стороны тренера. А со стороны тренера и начальника команды, и кого угодно, и зарплата 15-30 тысяч рублей. Которые еще не платят. Я же разговаривал с Димой Сычевым, который вратарь Тудроца. Ну, отличный парень, подавал сумасшедшие надежды. Ну, вот когда воспитанник ЦСКА, он заканчивает вот этот ЦСКА-школу, его отправляют на Дальний Восток, во Владивосток, там он увидел, во-первых, эти условия, во-вторых, они что-то там где-то там промудрили, не успевали его заявить, хотели его за какую-то там вторую команду заявить, которая там на первенство чьей-то области, да, или где-то там играет. Ну, нет, она играет просто в нише. Или где-то там вообще ужас. Ну, понятно, он посмотрел условия и подумал, что тогда надо лучше, наверное, заканчивать. И действительно, со второй лигой точно не надо медийной команды, которые там, я не знаю, там по несколько тысяч человек смотрят каждую трансляцию, там, и интерес к ним гораздо больше, и деньги они получают уже больше, чем... В Играхсе парень футболист, значит, играл, он был совершенно одержимым, уже было тогда 24 года, в общем, в принципе, в этом возрасте, опять-таки, непонятно почему люди вообще перестают смотреть на игроков, которые... Ну да, типа старые уже. Какие бы надежды они ни подавали. Он играл замечательно, даже такая православная команда «Пересвет-Подольск». Играл, правда, в Домодедово, но это ладно. Вот, он был просто одержимым, он каждый день из Гальянова ездил туда и обратно, уже было жаркое лето, предсезонная подготовка, он каждый день мотался туда-туда-туда, просто был одержимым идеей заиграть во второй лиге. Вот, он заиграл, в команде нет доктора, на игру приезжает доктор, вот просто как раз разный, да. Вот, значит, в итоге он говорит, я не могу играть, он мне говорит, что в свободное время играет за нас, когда это позволяет календарь. Вот, выясняется, что у него компрессионный перелом ноги. Бедная. Вот, компрессионный перелом ноги, извините, лечится только покоем, больше никак. Вот, ну, если там я какого-то, бывает, что смещено, это ладно, это медицинский потрудок, вообще у него ничего с разными не было. Он сообщает, мы ему делаем снимок, я ему делаю снимок, ну, естественно, не сам, ну, да, за твои деньги. Да, совершенно верно. Он, значит, сообщает команде, что так или иначе, ну, кому он говорит, что это администратор, он говорит, а что ты не приехал? Он говорит, так я же признал, ну, что, что, как, что-то, ей-богу. Что такое, да, перелом ноги? Да, ну, мало ли, ну, и что? Нет, нет, то, что там жуткие условия, понятно, там... И в Амкале, допустим, да, там есть врач, там... В Коломну у меня приглашали одного футболиста, вот, зарплата 15 тысяч рублей. Хотя это здесь, где-то недалеко, в Турмопе, я имею в виду под Москвой. Да, зарплата 15 тысяч рублей. Ну, я говорю, молодой человек в Коломну, да, вот, поехал за 15 тысяч... А сколько сейчас, например, человек, ну, основной покой Тудро? Это было два года назад, хорошо, сейчас 20. Ну, хорошо, сейчас 20. Извязательно, Ваше, а сколько сейчас, допустим, в медиалиге могут зарабатывать футболисты, ну, не Тудро Самкало, это, ладно, это флагманы, они там далеко наверху. Мне кажется, в других командах-то могут и побольше зарабатывать. В некоторых командах платят даже больше, потому что... То есть это не зависит от страны. Ну, сколько всех могут платить команде в медиалиге? Ну, 100 тысяч могут. 100 тысяч могут платить? Ну, звездам. Да? Давайте посегонечку... У меня в команде футболисты не получают зарплата, получают только премиальное, и, правда, при этом получают еще медицинское обслуживание, вот, по крайней мере, дважды я уже оплачивал операцию на крестах своим футболистам, вот, и восстановление всякое. У тебя вообще, если именно брать твою команду, у тебя вообще немножко по-другому принципу, вы так вообще как-то семейно, ты им потом помогаешь там и с работой, если можешь, и учиться, и развиваться. Да, у нас уже 7 человек, вот, собственно, Паша, Пашу я начал комментировать. Ну, я и говорю, что там... Паш Чапурин. Да, Чапурин. Поэтому у тебя вообще немножко по-другому. Это у тебя, грубо говоря, попасть в команду играть, это как попасть в университет, чтобы там выбиться в людях. Но это зависит все-таки от личности владельца команды. Деньги получают только тренеры. Тренеры реально работают 5 дней в неделю, ну, иногда 4. Давайте посмотрим на статистику матча, выведем ее сейчас на большой экран, ну, чтобы ни у кого не было иллюзий, что там... Вот ты, конечно, цифра ет, ты даже выделешь статистику на матч в СССР, тут вот сделай. Наши друзья из Data Hub предоставили статистику, подписывайтесь обязательно на их телеграм-канал, там уже сейчас полный отчет есть, и по игрокам конкретная статистика, вообще все есть по этой игре. Единственное, что... Давайте заканчивается этой темой. Единственное, что мне не нравится в этой истории, это... Я понимаю, что это, с одной стороны, правила игры, и надо там вкидывать постоянно. В отличие от мира российской премьер-лиги, как я даже спонсоров плел, какая прекрасная интеграция, надеюсь, что мне за это заплатят. Мне не нравится, когда руководители Тудроц... После факта он не платит такие вещи. Да, и перед за такое мне не платят. Мне не нравится, что руководители Тудроц, Никита Жека, говорят о Wildcard для Тудроц в РПМ. То есть я понимаю, что это вкид, но эта фраза в них выдает отчасти тех людей, которых они критикуют из РПЛ, из профессионального футбола, которые постоянно что-то просят. Они это критикуют. Так оно и есть. Дима Егоров вот всю жизнь жалуется, что его гоняют отовсюду, там никто не разговаривает. У него появилась команда, он говорит, хренали, вы нас снимаете, вы нас отнимаете за эксклюзив, идите вообще. Да, был скандал. Абсолютно то же самое. Нет, здесь все касается руководителей Тудроца. Во-первых, они, а, они на этом провоцируют, они подогревают свою публику, а во-вторых, послушай, ну если они обыгрывают ЦСКА, там, которая там пятая... Формулировка, уважаемый Дюков, это великолепно. Я, ну, насколько я знаю, Никиту, он реально в это все, ну, как бы верит. И он реально хочет. Это невозможно вообще в любых условиях. Он хочет. Да, хотите с неймсоналами, заявляйтесь по второму руку, проходите. Про второму анекдоте, я опять хочу в Париж, что была в Париже. Нет, просто я уже много раз хотела. Мы тоже, наверное, хотим создать свою команду. Просто вот ты говоришь, что это просто в кит, по правилам медиалиги, это не в кит, они реально... Ну, это в кит, но который имеет под собой реальный Если мы будем играть, если мы сыграем 3-4 игры с Афганистаном, то Тудроц будет играть в Премьер-лиге тоже. Это ничего не будет. Кстати, можно на турнир, царая газета, по-куда отправиться сборной медиалиги? Сборной медиалиги отправили бы на турнир вот туда. Да, загорел и... Ну, я не так скажу, смотри, если откровенно уже быть, вот Тудроц с таким настроем, который вышел на матч ССК, точно бы в первом тайме эту сборную России, ну, гол бы забил точно. Вот Ирак не забил, а вот Тудроц забил бы. Руслан Рапинов не успел бы выбить мяч из пустыхоров. Еще раз доказывает одну очень простую вещь. Самый лучший турнир для таких команд – Кубок России. Да. Крепный матч, настрой, подготовка. Да, совершенно верно. Фонбет, Кубок России. Фонбет, Кубок... Фонбет. Важно. Это важно. Фонбет, Кубок России. Да, и, друзья, по промокоду БРО, 2000 фрибетов, регистрируйтесь на сайте в приложении. По промокоду БРО не столько же, нормально все. Ну, и кресло-то это тоже можно. Это было лучше. А если три везти будет, 6000? Нет. Надо попробовать. Тимур, ты все трешь лампу. Я труд до сих пор, да. Давайте переходи к нашему последнему блоку сегодня. Это блок РПЛ. Мы выделили несколько интриг, которые остались в этом чемпионате. Ну, с чемпионом все понятно. Это очевидно. У нас постоянно возникает вопрос о нескольких местах и борьбе. Последней. И борьбе. То есть, да. Первый случай – это борьба за то, чтобы попасть в стыковые матчи между факелом и между... Ну, нижним, наверное. Или Самарой, я думаю, что... Нет, нет. Между факелом и Химки. А, Химки. Да. Слушай, ну, сейчас 4 очка отрыва. Я хочу... Я вот не слышал, Вася, я смотрю твои программы, конечно же, я думаю, в первых ста, когда они выходят. Ты ничего не высказывал... В первых ста человеках. Я ничего не выслышал, чтобы ты высказывал по поводу торпеда. Ну, вот до какой степени... Я не настолько молод, чтобы смотреть матч торпеды. Нет, нет. Торпеда матча, самим как игру, не надо их высказывать. Это нет смысла никакого. Они забивают за полгода столько, сколько холодно они не делают. Идиотизм, идиотизм вообще вот их принятие решений. Вот они сейчас назначают тренера, испанца. Я смотрю, вы даже часто говорите о торпеде. Вот цвета смотрю тут. Да, цвета черно-белые у нас. Но это Ювентус у нас, а не торпеда вообще. Мы думали, что это Ювентус. Мы не думали, что торпеда. То есть у нас финансовая махинация одни. Да. Скажи мне, вот это решение по поводу привоза сюда сейчас испанского тренера, это вообще на что похоже? Они привезли испанского тренера? Они привезли испанского тренера, который... Андрей Панков, инсайдер чемпионата, заявляет, что почти готова человека, которого зовут Пеп. Пеп Клотен, да. Ну, Пеп, это в общем... Можно было назвать, если я так умываю. Он тренировал спал. То есть он в Италии засвеченный тренер. В Италии он тренировал. То есть у него, в принципе, бэкграунд какой-то вообще не для последнего места для инженера ПЛ. Нет, для команды ФНЛ, так скажем уже. То есть то, что они выведены, это... Да, у нас вот есть от 538, это контора, которая рассчитывает и спортивные результаты, и политические там... А, приблизительно. И всякие выборы. 97 процентов. Ну, я думаю, что мы, в принципе, такой же процент могли, да? Без... Мы тоже эксперты. Да, да, мы тоже. Ну, вот что это вообще происходит? Они вот увольняют Талалаева. Ну, ни одна из сторон пока не объясняет причины. Приблизительно мы только можем догадываться о причинах увольнения Талалаева. О каких причинах ты догадываешься? Да я причину знаю. Ну, тогда скажи. Догадываться нельзя. Ну, скажи. Ну, потому что они... Ну, потому что они... Догадываться мне не надо. Они Андрею не взяли никаких игроков на усиление. То есть они привезли... Вот этого Бразила, которого они привезли, они привезли в последний день трансферного окна. Вообще он без его согласования. Плюс они отказываются платить ребятам какие-то там увеличенные... Бразила без согласования Бразила самохода или как? Бразила согласовали. С Андрею не согласовали. Да, тогда тоже могло бы исполнять. Ну, может быть и так, да. Плюс они не взяли никого из российских игроков ему на усиление. Потому что он как говорил? Он говорил, что да. Ну, они взяли шляковые Хукаршука, которых хотел все-таки Андрей Викторович. Хорошо, но это было маловато. Потому что Андрей как бы настаивал на том, что если он тренер еще полтора года, как бы как минимум полтора года, то ему надо сейчас команду готовить к ФНЛ уже. Сейчас надо готовить, потому что летняя пауза будет достаточно небольшая. Надо команду сыграть, сплотить, чтобы потом не всех там 20 человек уволить и 20 человек набрать в июле, а вот сейчас подготовить команду. Он попросил, он говорит, ребят, если вам как бы вы сэкономили деньги, там условно вы там собрали, ну как бы вам выделили там 150 миллионов рублей, вы практически все сэкономили. Давайте попробуем на остаток сезона давать ребятам увеличенные премиальные за победы. Ну, может быть мы как-то их дух там. Это важно, потому что сейчас каждая победа для них делает их сильнее. Ничего они не отказались это делать, хотя сначала соглашались. И, конечно, вот это последнее, конечно, стало, но у них вообще никаких условий для тренировок нет. Они тренируются хуже, чем команды этого медиалиги. Они тренируются на искусственном поле, едят они из коробочек, которые им доставка привозят. Понимаешь, он попросил, который ему согласен. То есть должна быть интеграция, да. Да. Как доставка у тебя пищи называется? Ну, неважно. Да, есть. Стоит, есть. И они ему обещали сбор в Краснодаре. Договорились, обещали ему, он уже договорился на товарищескую груз с Краснодаром. 6 миллионов это рублей стоило. Вот случилась эта победа. Ну, хорошо, случайная победа. Ладно, она не по игре, но она принесла им в копилку 3 очка каким-то образом. Но новый окрас формулировки победы не по игре. Ну, да, не по... Да, да. Ну, и вот. И потом они говорят, ну, а зачем нам ехать, в принципе, туда? Что там это, что это даст? Мы и так побеждаем. Ну, и так побеждаем. И сидя в Москве там, и все, его обломали поездку. Ну, и они говорят, может, тогда я тут не нужен? Ну, говорит, ну, по бою нам согласен, можем расстаться. Хорошо. Я думаю, что Андрей мне обещал, Андрей Викторович. Сейчас пока Андрей, а скоро будет Андрей Викторович, когда опять вернется на работу. Куда, в какую-нибудь команду. И он сказал, что он обязательно к нашу программу придет и расскажет про эту ситуацию. Главное, что теперь с Борзином Толоваевым какие проблемы? Усталовка начинается. Ну, Эдуард Мор сидел с грустным лицом и сказал, блин, вот когда Толоваев без работы, он забирает у меня все эфиры на Матч ТВ. Да? Да. Но у нас есть высказывания у Василия Вячеславовича, когда Толоваева назначали. А я не помню, почему. Достаточно. А интернет помнит? Интернет помнит все. Я часто говорю, что у него скотчный характер. Да. Сев, давай, чтобы все... Толоваев принял вполне мужское решение. Принял последнюю команду в чемпионате. Это стоит уважать. Дальше посмотрим на результаты и риторику тоже. Применительное к Толоваеву это существенно... Это существенно оратор, он пламенный. Но прямо сейчас реально интересно. Это действительно поступок. Думаю, теперь Торпеда не вылетит. Во всяком случае, по футбольным причинам. Как клуб финансируется, я ведь не знаю. Но Толоваеву это в том области, где я не знаю. Но Толоваев Торпеда было очень хорошее решение. То есть отсутствие финансирования качественного, это не футбольная причина. То есть под это можно повезти. Кроме того, вызывать, что к этому моменту в Торпеды вообще приходил еще и весьма опытный менеджер, Илья Геркус. И он там находился. И, честно говоря, я думаю, что там довольно... Ну, понимаете, Торпеды это такая команда, вот, такая команда, которая... Мне кажется, что любой человек, который рискнет взять Торпеды, вот, он берет Торпеды для того, чтобы обрадить. Ну, можно ли все-таки эту команду как-то убить? Ее уже раз в три убиваю, она же погибала, вообще просто ее не было. И она вот возрождала. У них должна быть другая эмблема. У них должна быть птица Феникс на эмблеме все-таки. Такая небольшая птица Феникс в виде вороны, может быть, потому что она черная. Но, тем не менее, это происходит уже третий раз в Торпеде. Сейчас, видимо, четвертый раз. Вот, я еще раз говорю, единственный, по-настоящему, так какого-то вот, естественно-испытательский интерес у человека, который принимает Торпеды в качестве хозяина, можно ли эту команду убить так, чтобы ее потом не было? Ну, по-сейдему, это нельзя, команда, видишь, срабочила. Нет, Тукманов победитель в этой гонке. Что? Тукманов победитель в этой гонке. Нет, он вот, вот же Торпеды. Она уже выжила. Да. Даже после Тукманова. А мы смотрим вот за этим. Это такой, я бы сказал, не просто лифт, а как-то это скоростной лифт. Ну, видишь, здесь, как бы, руководство клуба, руководство клуба, как бы, оно, ну, то, что мы видим со стороны, их заявления, конечно, громкие, мы читаем какие-то там, ничем не подкрепленные. 207 несчастных человек. Да, но видно, что, по крайней мере, знаешь, люди, которые получили участок земли, построили там какие-то объекты недвижимости и стадион, и они пока говорят, ну, а для чего нам надо, а? Ну, есть понимание. Ну, а в 25-м году якобы должен быть стадион. Устройка идет, все нормально. Ну, какие-то там свои начинают сбивать вроде. Ну, и Леонидович даже говорил, уже, по-моему, даже после ухода из Торпеды в интервью Матч ТВ, что действительно какие-то процессы есть, несмотря там на все его разногласия с руководством. Они все равно стадион этот построят, он у них есть как бы в контракте с городом, наверное, когда-нибудь они его достроят, и, по всей видимости, пока у них нет стадиона, им вообще команду в премьер-лиге держать, ну, никакого смысла, скорее всего, нет. Ну, в связи с тем, что ни один стадион в Москве не строился в срок, я думаю, это не 25-й. В отличие от Санкт-Петербурга. Торпеда как административная единица, и смысл, это вообще незнакомое друг с другом понятие, по-моему. То есть, просто мы провели эту фразу и подводим ее к вопросу, что с учетом всего устройства Торпеды, то есть нельзя говорить, я разочараюсь. Открывание от работы Талла-Лайва, но с учетом того, что даже по спортивному принципу, они там, последнее место, мало очков, мало головок. Ну, смотри, они вышли, они после зимней паузы, когда вышли. Твое мнение, я знаю. Не, ну, подожди, да, ну, хорошо. Я не знаю, это... А я так и не понял, в чем этот вопрос заключается? Ну, то есть, что Торпеда не вылетит, ну, во всем случае, да, по спортивным причинам. Если честно, когда вот я вспомнил этот пост, когда я его писал, мне хотелось сказать, подтолокить приятные слова, потому что я обычно его гноблю. Андрея Викторовича. Да, Андрея. Пока без работы, потом Андрея Викторовича. Ну, у меня нет просто такого обычая, человек моложе меня, мы давно знакомы, сейчас, наверное, уже не буду я особо себе здороваться. Я так подозреваю, обидчивый человек. Вот, но, тем не менее, ну, я подумал, ну, действительно, ну, послушайте, если он за это берет, ну, не дурак жену, что-то он, наверное, себе придумал, там, вот, оказывается, он собирался готовить команду КФНЛ. Ну, это, опять-таки, ну, пускай, но, тем не менее, он только что был уволен из Ахмата, если не ошибаюсь, там, между увольнением из Ахмата и согласием прошло, там, 2-3 недели. Ну, месяц. Я бы сказал, прошел один выпуск на футбол итоге, на который он пришел. Что? Прошел один выпуск, это футбол итоге, на который он пришел между увольнением из Ахмата и назначением торпеды. Вот, ну, мне хотелось быть оптимистом в этом отношении. Да, то есть, не знаю, мне кажется, что... Ну, может, все-таки здесь важная оговорка, как он финансирует, как он организован. Я действительно оговорил. Нет, сто процентов, да. То есть, мне кажется, вот, его слова о том, что меня позвали домой, а я, в принципе, не планировал даже в России работать в ближайшее время, это правда. И так как я, наоборот, ему очень симпатизирую. Нет, ну, слова-то он найдет. Да. Он отличный, чем она говорит. И по игре, и по игре они с Уралом играли неплохо. Ну, с Уралом они играли реально неплохо. Ну, скорее, вообще, в целом, там футбола особо не было. Во втором тайме они должны были забивать, додавливать и забирать очко. Сто процентов. Но, то есть, с учетом того, что я, наоборот, симпатизируем, и для меня он всегда, Дарья Викторович, я хочу, чтобы он просто более грамотно подходил иррационально к выбору. Ну, вот я такой, я тоже такое мнение слышал. А это что значит, Сань? То есть, он должен сидеть вот так на попе ровно и ждать приглашения из команды первой шестерки? Нет, почему первой шестерки? Ну, а, например. Допустим, вот, он практически спас крылья Советов, да, несколько сезонов назад. И его позвал середняк с лиги, с нормальным стабильным финансированием. И между Ахматом. Ахмат. Окей. Это было нормальное предложение, которое полностью соответствовало его статусу, его заслугам в последние несколько лет, как он там работал в Тамбове. Уволили из Ахмата, что надо было ему ждать после этого? Ну, не торпеда. Вот, при всем уважении к торпеда, то есть, мне кажется, что это примерно история еще Гончаренко и Урала. То есть, это когда статус тренера, он гораздо выше. Ну, тогда и Гончаренко не должен был Урал принимать. Это было странно, да. Ну, для меня это было странно. Ну, по крайней мере, Урал это команда, знаете, по причинам форс-мажорным. И мы знаем, что по причинам форс-мажорным и Андрей ушел из Ахмата. Да, давайте. Он же тоже ушел не по спортивным причинам. Давайте переходить к еще одному. А что ты хочешь? Ты хочешь заставить нас про химки-пакел говорить? Я не хочу, что там говорить. Еще у нас есть про Илью Леонидовича. Цитата Василия. Вы были достаточно близки на протяжении какого-то времени. И вот вы недавно... Да, мы ответствовали, да. Да, вы недавно высказывали. Мотивы до сих пор нет. Реально оперативно управляющего человека ищут. Это удивительно просто. Друзья мои, Геркус свободен. После этого, по-моему, появилась новость о том, что Нагорных встречался с Геркусом. Ну, или во время. Получается, агент за этим столом нет. Я просто не хочу назвать по именам, потому что вы люди симпатичные. Но там, по-моему, настолько советские люди рассматривались, рассматриваются, вот насколько можно было судить... Почему? Там два человека остались. Кречетов и Лексаков. Ну, я с уважением отношусь к обоим. Но про Кречетова в контексте российского фабора, я, честно говоря, не слышал очень давно. Ну, по-моему, внутри был Химок зашит, как работник. Он юрист Химок, по-моему, был. Когда там был... Когда был там Ульянов как раз работал. Да, но тогда... Ну, Кречетов и сейчас в Локомотиве уже работает на какой-то должности. Ну, вроде бы, да. Но он, по-моему, и... Это команда, которая была, и она и передвинулась в Локомотив. Там какие-то люди освещаются прессой, какие-то люди в тени находятся. Но, по-моему, это группа людей просто возле Локомотива. Ну, и понятно, что кто-то из них сейчас будет просто... Почему Геркус? Понятно. То есть, это человек, который работал в клубе. Сейчас оперативного управляющего нету. С Геркусом связаны большие успехи. По сути, ну, последнее, да? Чемпионство Локомотива. И в том числе он оставил фундамент, на котором Локомотив еще прожил несколько лет. А есть какие-то вообще альтернативы еще? Кто-нибудь в голову приходит? Не знаю. Мне кажется, что Ольга Юрьевна Смородская не вернется. Ну, если попросит, хорошо вернется. Нет? Я не знаю. После последнего интервью, мне кажется, она это интервью и дала с надеждой, что, может быть, кто-то обратит на нее внимание. Как на лучшего руководителя в истории футбола российского. Но вопрос в том, что действительно людей на рынке... Ольга Юрьевна человек бескомпромиссный. И она не очень... А Деркусь компромиссный? А? Или я компромиссный? Ну, мне кажется, как руководитель, он вполне компромиссный человек. Вот. Поэтому, в общем... С ней непросто. Но, безусловно, человек деловой. Мне дико нравилась информация, которая появлялась после прихода в локомотив. Мне страшно понравилась история о том, что Сапсан-Арене, оказывается, построено без разрешения города. Сапсан-Арене? Да. Но новая стрелка, но потом стала Сапсан-Арене. Вот его построили, а его нет по документам. Ну, это нормально. Нет, нормально. У нас в стране нормально, когда есть выделенная земля, есть проект, и деньги выделены, а стадионы не строят. А есть, наоборот, по словам дела. Сейчас, у меня товарища снимает документалку. Это вот школа по прыжкам в воду Дмитрия Саутина, многократного альбийского чемпиона в Воронеже. Пять раз выделили землю, деньги на строительство из бюджета. Дмитрий Саутин, я надеюсь, что попадет в топ-100 лучших спортсменов России. Сейчас идет рассылание на спортсмен.ру. В Ярославле бывали на хоккей? Бывали, да. Дворец хоккей на Ярославле, знаете? А планировалось два ярострибута. Я один построил. Ну, зато появилась небольшая дача, наверное, где-то в пригороде. Ярославле, даже не одна. Не один контейнский поселок. Давайте вернемся к борьбе за выживание в РПЛ. По своему ближайшему календарю команды, о которых ты почему-то не хочешь говорить, пишут, что ты очень не любишь факел. И это, похоже, правда. Почему я должен любить факел? Я не понимаю, почему люди добиваются от меня, что я должен как-то... Вообще, у меня должно быть какое-то отношение к факелу. Хорошо, что это хотя бы футбольный город. Я дважды ездил в этом северном. Сева, почему я должен это любить или не любить? У меня нет отношения, у меня нет чувств факел. Смотри, вот в этой битве. Ты за кого? За факел или за химка? Я просто считаю, что у химок нет шансов. Я без этого календаря знаю, что химкам с этим тренером можно участвовать вообще в другой совсем лиге. В премьер-лиге им не надо с этим тренером участвовать. То есть состав тебя полностью устраивает? Руководство клуба тебя полностью устраивает? Я даже не могу рассматривать этот состав серьезно, если честно. То есть, по-твоему, вся беда химок в фигуре главного тренера? Ну, на сегодняшний день то, что очевидно, этот главный тренер не сможет справиться с задачей набора очков этой команды. Все. Вот мое мнение, ты хочешь мое мнение, зачем ты мне заставляешь что-то другое сказать? А с руководителем бы справились вот этим? Сева. Есть все серьезные проблемы, потому что нет никаких сомнений в том, что Спартак Гогниев человек достаточно компетентный. И у него есть взгляды на футбол, и у него есть взгляды на тренировки. Но, понимаете, когда он работал во Владикавказе, ну, из Владикавказа же ничего не доносится, кроме результатов от части пресс-конференции. Раз. Он работает... Ну, и результата там не было, у вас. Ну, хорошо, ну, не было их бы инициатива. Что значит, не было результата? Какой результата? Тихо, 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 тихо. Дошли до решающих стадий Кубка России. В Кубок России вышел Акрон. Подожди, стоп. В Кубок России в этом году дошел до вот этой стадии Акрон, который вылетает, идет в зоне вылета. Акрон не идет в зоне вылета. Акрон с Евгением Калешиным проиграли один матч в сочи. Во второй половине идет, потому что у него был провальный стад. А вторая команда, которая играла с Локомотивом, это не с Локомотивом, а с кем они играли? Из Ульяновской команды. Волга. Волга. Идет в зоне вылета. Она тоже дошла до каких стадий? Ну, послушай, ты говоришь, почему Кубок России? Кубки России это то, что... Они два раза были в Том-5 ФНЛ, отлично играли, забивали, атакующий футбол. И результата не было. Что значит результат? Они вышли из второй лиги. У них стоял результат выхода в первую лигу. Они его не решили. Они вышли в первую лигу. То есть в премьер-лигу. Но, скорее всего, они бы не вышли, потому что их бы не допустили. Вот когда не допустили, тогда бы и разговаривали. А стыки были? Ну, стыков не состоялось по форт-мажорным причинам. Поэтому их цель, она была неремная. Я хотел сказать, что Гогниев не готов к иной длинному уровню публичности совершенно. И когда он работал при всем уважении к Кавказу, в какой-то момент его можно было называть в футбольном отношении одной из российских столиц, но это было давно. Но сейчас это достаточно глубокая провинция. Я не знаю, какое количество журналистов там работают на футбольной теме. И если они есть, особенно если они молоды, они, конечно же, мечтают перебраться куда-нибудь в федеральные центры, я думаю, для своей работы. Мы прекрасно понимаем, что говорить о спорте в провинции. Это означает, что зависим от главы местного спорткомитета, от главы местного футбольного или хоккейного клуба. Ну, много. В каких случаях просто тебя перестанут пускать. Я говорю, что это вы, я в целом говорю, не по поводу как вас. Там другой совершенно уровень публичности. Вот к этому Гогниев оказался не готов. Совершенно не готов. Ну, послушайте, но если у Нагельсмана, если есть выражение, пиздили, расстановки на матче, или тактические установки, то как можно рассчитывать, что твой разговор с матами и всеми остальными вещами в раздевалке кто-нибудь когда-нибудь не запишет, если это стало системой и не выложит. Ну, невозможно. Это вы послушайте. Есть теория, что Нагельсман даже сам сливал, потому что он встречается с девушкой из билда, а это в билде. Ну, то есть там непонятно. Ну, здесь вопрос, что... Тут примерно источник понятен. Это был такой билдап. Вась, ну, ты знаешь, мне такое впечатление, что он бы хотел, чтобы это сливали, потому что он и на некоторых пресс-конференциях достаточно перед, открыто перед журналистами ведет себя чуть-чуть там, никак ведет себя, главное, тренинг самому. Взвинчено. Да, взвинчено. Нет, он очевидно взвинчен, мне кажется, правильное слово, которое описывает его состояние. Он сам все еще накручивает. Я думаю, если бы было дело в Америке, ему бы посоветовали пройти курс управления гневом. Поскольку в России, то это можно советовать, но просто для этого нет специалистов. Ну, просто, вот, Тимур, ты сейчас какую фразу сказал? Какую? Мне кажется, что, безусловно, то есть, Спартак Артур человек безумно эмоциональный, мы это видели еще в его игровой карьере, да, и с годами тут мало что поменялось, но когда еще такой человек попадает в такую среду, как Химки, то мы получаем вот это, то есть, историю про среду нельзя вообще забывать. Мы видели до этого в Химках Тавалаева, Юрана. Все очень спокойные ребята. Нет, но они набирали очки. Тавалаев набирал очки в ФНЛ. Отличные играли, опять же, супер. Вопросов нет. Все игроки... А Юран набирал очки? Юран набирал очки. Кроме одного тренера, которого я теперь больше слух не называю. Я теперь в контексте тренер и эту фамилию слух не называю. Не набирал там очки? В принципе, там с этим руководством как-то другие. Про Дмитрия Гунько. Нет, про Писарево. А, про Николая Николаевича. Да, Николая Николаевича. Так же ты и назвал всех. Не, Николай Николаевич смотрит нашу программу. Ну, он сказал, что в нашей программе мы не имеем права говорить о футболе, потому что мы никто не разбираемся в футболе. Николай Николаевич, да, ну, вот из всех, кого мы перечислили, по-моему, единственный человек, который мог балансировать весь хаос, это Игорь Черевченко. Ну, потому что... Ну, потому что он сам по себе очень сдержанный парень. Уровень хаоса здесь, а он здесь. За базаром следят люди. Ну, типа того. Да, в общем... Ну, я думаю, что да. Если возвращаемся к вопросу, что я думаю, что факел. Факел будет переигровка. И ни одна команда, я думаю, что и переигровки в этом году тоже не будет. Там говорят, что есть проблемы со стадионами. Со стадионами. Там ни один стадион не пройдет. Хорошо. Ну, напрямую выходит Балтика, Рубин. Все. Больше ни один стадион не проходит. Дальше именно с Фанайди. Алания, Енисей, ну, хорошо. Енисей не проходит, нет. Окей, стоп. Стадион факел, что проходил по вот этим критериям для установки Фанайди. Ну, они уже установили его. Они уже вышли. Ну, смотри, там история в том, что на эту установку... Что за бред? Полгода надо, чтобы... Потому что вообще знаешь, что-то надо времени установить Фанайди. Я знаю даже, сколько это стоит. 300 миллионов рублей это стоит? Команды выходят по спортивному принципу. Дальше. Стадионы соответствуют всем критериям лицензирования, кроме Фанайди. И не пускать их из-за этого в РПЛ. Ну, а как быть? Подожди. Вот объясни, как быть? Сколько стоит установить Фанайди? 300 миллионов рублей. На это нужен бюджет какой-то. Ну, хорошо, Сев, а это время еще нужно. Почему за это должны платить клубы вообще? А кто? Ну, с какого хрена? Федерация должна, РФС должна выделять деньги. Министерство спорта. Ну, или министерство спорта. Не, мне кажется, это реально вопрос министерства спорта. Ну, да. Пускай министерство спорта и платят. Если она навязала это правило, она должна его проплачивать. Ну, навязала не министерство спорта. Ну, окей, хорошо. Следующая инстанция. Очень хороший текст был тоже на sports.ru про заложников. То есть, ну, все в заложниках. И поэтому, исходя из этого, стадион Енисея может не получить лицензию. Потому что у них нет пара идей. Все, а давай чуть-чуть дальше, двигаемся чуть-чуть выше по таблице. У нас опять тут битва уже за непопадание в стыке. Это Новгород, парень Нижний Новгород. Да. Против Крыльев Советов. Сева, ты был в Самаре на этих выходных. Был матч сборной медиалиги против Крыльев Советов. Крыльев Советов таким смешанным составом играли. Даже Иван Ломаев вратарь выходил в поле. Давай послушаем, что Игорь Витальевич Осенькин говорил по поводу выступления Крыльев Советов. Спори, что считают твои друзья. Мои друзья. Что сама развалится в переигровку. А знаешь почему? Наверное, такой процент. Потому что он не играет дома. Нет, потому что у нас есть еще статистика Крыльев Советов в этом году. Нужно быть неудовлетворенными только по-настоящему одной игрой с ССК. А две игры с Динамо и с Ахматом мы как ноль могли очков набрать, так и шесть. Ну если говорить конкретно об аспектах, что вам не нравится в этой части чемпионата? Мы сыры еще в некоторых действиях, переходных фазах. Сейчас мы хотели бы эту паузу использовать в том плане, что более организованно нам надо проводить атаки, готовы к переходным моментам. И сейчас вот думаю, что мы как раз этим будем в первую очередь заниматься. Ну уже вот после этого матча. Да, Крыльев Советов единственная команда, которая еще не забивала и не набирала очков. Но при этом по всем там продвинутым метрикам и собственно визуально. И то, о чем говорил Игорь Витальевич, ну они выглядели не хуже точно Динамо в целом. Ну да, Динамо в целом. Они хуже Ахмата из ЦСКА, они могли забивать при счете 0-0. Ну в этом и есть проблема, когда у тебя что-то валится, команда достаточно молодая, и ты не можешь вот этот мяч забить в итоге. А тебе такой гол прилетает, и очки ты не добираешься. Ну я думаю, что мы, в отличие от 548, за Крыльев Советов, за то, что они займут 12 мяч. Ну я просто не понимаю там вот эти разговоры, которые вокруг начались тренера Нижнего Новгорода, что его могут убрать. Они вообще не соответствуют действительности. Да, он спокойно работает. Ну если так, то у них же очная игра еще будет между собой. Да, и причем как раз в одном из ближайших туров. В Нижнем. Да, по-моему, Самара. У нас есть расписание, да, в Нижнем по РНН принят. Ну вот я думаю, вот это и будет такая, прям, потому что до этого у соперники у Нижнего, по идее, в первых этих трех матчах они не должны очки набрать. Да, Вась? Ну Локомотив, Краснодар и Динамо. Ну, в лучшем случае, одну очку, может быть, где-нибудь ничейку. Хотя, я не знаю, там в каком матче. Ну если они набрали очков в матче с Таркейдой, по причине, которую невозможно было заранее проанализировать. Наверное, в этих матчах обидеть сложно. Причем Ярослав Михайлов считается отбывшим свою дисквалификацию и может играть в следующем туре. Это замечательно. Нет, ну а что, в конце концов, у нас даже не точно. Ну да, но это не точно. Ну просто игроки, которые пропускали по желтым карточкам, они должны пропустить и следующий тур. Ярослав Михайлов считается отбывшим дисквалификацию, вроде как по нашему замечательному регламенту. И еще одна битва, пока что это выглядит как борьба за четвертое место, Динамо-ЦСК. Нам тоже пишут, что мы очень мало говорим про Динамо. Собственно, сравнение все не в пользу Динамо по ходу сезона. Я понимаю, что мы обсуждаем борьбу за вылет, хотя я в ней совершенно некомпетентен. Но что дает четвертое место, чтобы за него была битва, я извиняюсь. Но с учетом того, что все ожидают, что Ростов в какой-то момент начнет терять очки, и качество их игры сравняется где-то, будет коррелировать с... То есть качество игры с количеством очков, наоборот. То, возможно, это за место в призовой тройке, что дают хотя бы медаль. Ну, в России дают медаль. Ну, как говорил Карпин, это просто строчка в Википедии. Ну, если Ростов сейчас займет место в топ-3, я думаю, что там будет праздник, которого не было со времен победы в Кубке России с Артемом Дзюбой и Жану Анадинцевым. Там вкусно в Ростове, между прочим. Да, один из самых вкусных городов страны. Да, Ростов и вкусно. Раков будет много. Любимая тема, касаемая Василия Уткина и ЦСКА, последний год, это Владимир Федотов. И, собственно, те характеристики, которые звучали в футбольном клубе... Да нет, это давняя история, собственно, и она не развивается, а просто была и все. Да, но она все-таки развивалась какое-то время на протяжении... В начале сезона. В какой-то команде был понос, который собирался принимать, а они в итоге принесли игру с... Да, это был матч Оренбург-Сочи в сезоне 19-20, предпоследний тур. Тут, собственно, у меня возникает вопрос, опять же, который я, наверное, хотел задать еще давно. Кстати, я смотрел Норвегия-Испания, Столи Сульбакин, просто другая фигура, но лицо у него, голова просто федотовская у него. Это тренер... Столи Сульбакин, другая история, по-другому забыл. Столи Сульбакин, да. История вот про матч Оренбург-Сочи. То есть, я не понимаю конкретно по нему претензии к Федотову, потому что, ну, не он же принимал решение о переносе этой игры. То есть, не кажется ли, что... Ну, мне кажется, хорошо. Мне кажется, что претензия Федотову по этому матчу, по его переносу, заключается не в том, что матч перенесли, а в том, что Федотов перешел потом в Сочи. Если бы этого не происходило, матч нужно было переносить. Он был драйвером этой истории. Ну как, Федотов сказал кому-то, ребята, в Сочи на последнем месте? Нет, кто кому что сказал, я, конечно же, не знаю. Но если бы не история с Федотовым, этой истории бы не было. История с переходом Федотов из одной команды в другую. Поэтому не надо говорить, что там... Я ничего не говорю, я... Подожди, то есть, твоя основная претензия, что он в этот же сезон перешел через паузу. Он перешел через неделю. Да, через неделю. И ради этого был перенесен матч по надуманной причине. Ну да, якобы они там все заболели. Да, причем я доподлинно знаю, что на самом деле, если там должна была бы двигаться версия по носу у команды... Решили на простуду, да, простуду. С другой стороны болело отверстие. Хорошо, но почему тогда, когда был матч... В каком сезоне это получается? В этом же. Сочи-Ростов, 10-1. Вы говорили о том, что позор Сочи, там сотрудничество с Дюроксом и так далее. И в основном речь шла про клуб Сочи, а не про Федотова. Ну, то есть, который был главный тренер, который чисто теоретически же мог выпустить игроков молодежного состава. Почему в одном случае при переносе матча вот речь идет исключительно о вине главного тренера, а во второй... Послушай, Саша, можно же еще сказать и про другое, что были еще в тот период времени матча, когда та или иная команда не могла приехать на игру из-за количества больных футболистов. Это была самая первая история. Кстати говоря, никто не знал, как себя надо вести в этой ситуации. Сто процентов. Соответственно, и моя реакция была в большей степени эмоциональной. Меня возмутила эта история, действительно, да, это поддавки. И то, что эта история была... Просто сразу стало понятно, что она не до конца понятна, кем именно допущена. В большом счету Российским футбольным союзом. Или, может быть, не Российским футбольным союзом, а Лигой, в первую очередь. И то, что Лига была организацией, проводящей турнир. Вот, значит, и опять-таки, было совершенно понятно, что тогдашняя руководитель Лиги Сергей Пряткин не то, чтобы сильно шевелился для того, чтобы в этой ситуации... Он через 4 дня появился в интервью. Ну, подожди, подожди. Я никуда не пропадал. Нет, 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 здесь та ситуация просто была... Для всех она была непонятная. Это понятно. И никто еще не знал, как вести себя. Совершенно верно. Поэтому первая реакция моя была, естественно, эмоциональной. А дальше, в общем, стало понятно, что она несколько более размыта. То есть и по этой игре, получается, можно предъявить претензии к Федотову? Или как? Сколько вообще игр Федотов провел в качестве категория команды премьер-лиги? Ну, у него идет, получается, как бы пятый сезон. Ну, больше ста, да? Ну, сто. Нет, больше ста. Ну, больше ста. Что ты его спросишь? Нет, ну, это же... Нет, это просто резонансная история, которая связана с фигурой главного тренера, которого вы критикуете. По крайней мере. Нет, я критиковал один раз. Нет, не один раз. За это я его не критиковал. А во-вторых, я неоднократно видел ситуацию, например, когда в самых разных видах спорта... Мне сейчас вспоминается совсем давняя история. Вот, может быть, все вы даже не знают про эту историю. Когда, помните, баскетбольная ЦСКА отравили в Греции. Да, 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 я помню хорошо это. Да, и у ЦСКА было всего лишь пять баскетболистов, которые были более или менее способны играть. И, естественным образом, они набирали штрафные больше, чем греки. И когда у ЦСКА один игрок сел за пять фолов, греческий тренер снял одного игрока у себя. И когда у ЦСКА осталось три игрока, греческий тренер снял еще одного игрока. И они тоже играли втроем. Хотя, в общем, на самом деле... Хотя мог этого не делать, да. Хотя спрашивают, вопрос задается, кто, собственно говоря, еще мог быть задействован на то, чтобы баскетболисты ЦСКА были отравлены. Это долгая история. Если хотите, я вам приведу человека, который может по этому все рассказать. Но неважно, сколько все, что известно, который там был. Стас Гридасов. Но дело не в этом. Дело в том, что можно было, ну, например, там, не знаю, ну, забили три. И остановиться. Ну, и играйте спокойненько себе, там, чего. Ну, пацаны перед вами. Что вы одних ноги-то вытираете? Ну, понятно. То есть, параллельно понятно. Это мог быть тренер вполне сделался. Но я еще раз говорю, это была настолько сложная ситуация, что я не посчитал необходимым здесь искать персонального виновата. То есть, Тодротс отомстил спустя годы? Ну, наверное, даже более качественный состав у Тодротса, чем у молодежки Ростова тогда был хорошо. И последнее по Федотову, вот, опять же, то есть, я не даю оценок, мне, ну, просто интересно, потому что это действительно... Вы можете потом созвониться? Нет, 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 конечно, это всем интересно, эти выпуски футбольного клуба, эти выпуски футбольного клуба, все обсуждали. Нобель звонил в своей программе, конечно, это всем интересно. Здесь нет предмет разговора, что-то ясная история, ничего обсуждают. Последняя претензия, которая выдвигалась, или последняя история, почему вам не нравится Владимир Федотов, и вы не захотели с ним разговаривать, это история про контракт, про конец прошлого сезона, когда Сочи спросил Реттенберг, ну, по вашей версии, Реттенберг спросил, сколько Федотов хочет для того, чтобы контракт был продлен. Федотов ответил, контракт подготовили, и потом, опять же, по вашей версии, Федотов начал бегать по московским клубам, размахивать и говорить, что вот там. И по вашей версии, режим плата про 7 миллионов рублей в месяц. Хорошо, разве Федотов не ждал продления контракта с Сочи и предложения за полгода до этого? Без Васи, без Васи, без Васи я отвечу. Это не ты говорил. Я это тоже говорил. Если бы, если это не так, это версия, которую я не придумал, это версия, которая существовала в общественном мнении, очень широко. В смысле, ее подтвердил Реттенберг, по-моему, Сиви. Ну, это, в смысле, страна. Тут нужна третья сторона. Да, 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 совершенно верно. У участника всей этой истории. Страх Федотов никакого проверения ведь не было. Ничего не было сказано, правда же? Стоп. Ну, да. Ну, раз так, может быть, либо нечего сказать, либо он не считает это важным. А я считаю это важным, я бы хотел задать по этому поводу точку зрения. Пока это не так, пока это не опровергнуто, я считаю, что в это имеет смысл верить. А нельзя ли провести тут аналогию, когда Нобель позвонил, и я абсолютно понимаю позицию, что я не хочу играть в игры, которые мне навязаны. Ну, то есть это вы сказали, то есть это было как одно... Я вообще сидела обеда. Да, да, да. Не, то, что это выглядело достаточно нелепо вообще все, и можно было там как-то это провести по-другому, это другой вопрос. Но когда вы говорите по поводу того, что, опять же, по аналогии, когда вы говорите о том, что мне все понятно с Владимиром Федотом, главное, я о нем знаю. Это моя точка зрения. Да, но вы там, то есть лично незнакомы, и вы руководствуетесь по мнениям, то есть у вас сформировано мнение о нем, исходя из слов других людей. И вот вы говорите, мне бы хотелось услышать его точку зрения по этому поводу. А как ты имеешь в виду, он бы его слышал? Но когда вы говорите о том, что я не хочу знакомиться с Владимиром Федотовым, я о нем главное знаю, разве это не то же самое? Разве вы не хотите услышать его мнение, свое провести ему? Я тебе по-другому отвечу. Я не хочу отвечать конкретно вопрос. Я тебе скажу другую вещь. Если бы я занимался гноблением Владимира Федотова, я бы про каждые матчи ССК говорил, какая ужасная игра, посмотрите, он неправильно сделал замену, а вот здесь то, северное десятое. Я этим совершенно не занимаюсь. Безусловно. Играция ССК – это играция ССК. Фигура тренера – это фигура тренера, личность в данном случае. Сто процентов. Вот и все. И я, между прочим, не я понял этот вопрос, не я позвонил Нобелю, сказал, соедини меня с Федотовым. Я не говорил про форму. Нет, нет, я хочу от тебя, подожди. Я реагирую на информационные поводы. Подожди, стой, стой. Ты долго задал вопрос. Это же то же самое, когда про, допустим, мы познакомились лет пять назад, это было на дне рождения у Владимира Сергеевича Стогниенко. И когда я узнал о том, что там будет Василий Уткин, и опять же, это играет в обратную сторону, у меня есть какое-то мнение о Василии Уткине, которое сформировано, безусловно, о Василии Уткине как о профессионале и как о человеке, которое… Это мнение основано на рассказах других людей, правильно? И когда я знакомый с Василием Уткиным, у меня формируется другое мнение, и я могу его услышать по вопросам, которые меня интересуют. И мнение может поменяться. То есть это же просто человеческий и журналистский интерес, на мой взгляд. Хорошо, если бы возникла ситуация сама собой, то это было бы одно. Но если я возьму это за принцип работы, мне придется провести ближайшие три года с тем, чтобы познакомиться с всеми игроками российской премьер-лиги, всеми тренером российской премьер-лиги и так далее. Ты считаешь, что ты не можешь высказать? Еще человек говорит, пусть… Я не считаю так. А его публичность еще… Люба любит говорить, пусть он мне скажет это в лицо. Ну да. Вот я тоже буду, как шарик из простоквашина, бегать за зайцем, чтобы сыграть, а потом еще столько же, чтобы фотографию отдать. Вот тут… Ну, вы… Я же не говорю про это, я говорю про то, что, на мой взгляд, просто достаточно странно звучал ответ про то, что я не хочу с ним знакомиться, потому что мне о нем все понятно. Но он же тоже может рассказать и про эту историю. И, на мой взгляд, даже просто по-журналистски это интересно. Ну, а сомневаться в профессионализме Василия Уткина, я думаю, что никто не будет. Что мешает? Я говорю не о профессионализме, я говорю о личности в данном случае. Я, опять-таки, в ситуации, возвращаясь к матчу в Сочи-Оренбург, с то, с чем мы начали этот разговор, там совершенно точно был конфликт интересов. И, безусловно, был конфликт интересов. И, вне всякого сомнения, если человек заботится о своей репутации, он должен был сделать все, чтобы его позиция в этом вопросе была ясна, известна и так далее. Чтобы матч состоялся и после этого он… Ни в футболе, ни в спорте, отчасти только в журналистике, немножечко до сих пор. Репутация не имеет никакого значения. Никакого значения не имеет репутация. И здесь дело не в Федотове, и ни в ком бы то не было еще. Ну, вот так получается, что заработки клубов, футболистов и так далее, не зависят от того, что они делают в общественном пространстве. Потому что они от этого не теряют спонсоров, они не теряют зарплату от этого. Вот это разные вещи. Они теряют зарплату, если они… Ну, история про репутацию – это то, что вы затрагивали относительно промеса. А? Ну, относительно промеса. Что, ну, это, опять же, из футбольного клуба. Вот мы это все, опять же, все видели, читали. То есть, и тут же речь идет, опять же, о презумпции невиновности касательно промеса. То, что сейчас ему даже по делу о наркотиках, о котором говорят, ему же даже не выдвинуто обвинение никакое. То есть, нету никакого завершенного дела прокуратуры Нидерландов. Значит, в таком случае нечего бояться, ехать всю страну, откуда есть выдача. Ну, мы же понимаем, как прокуратура работает в любой стране, что они могут состряпать это все сразу. Совершенно верно. Это может не выдаваться публично. Потому что, если они заинтересованы… Ну, я еще раз говорю. Очень простая ситуация. Если нет угрозы, что же тогда едет на сбор-то? Ну, значит… Или к себе в страну даже просто. Это первое. Вот, кстати, Влут поехал к себе в страну, будучи обвинением. И сразу же прокуратура ему запросила, там, ему срок. Значит, было дело. Окей, окей, но… Так, смысл, нет, было дело 100%. То есть, никто же не отрицает, что у Влута было… То есть, он совершил уголовное преступление. Ну вот. Это не административное правонарушение, он совершил преступление. Наверное, как он для прошлого раз залетит? Административное правонарушение. Я говорю, он совершил преступление, где четыре трупа уже нет. Так про промесса ничего нету. Ну, то есть, это все исключительно в медиа. Есть два обстоятельства. Два обстоятельства. Во-первых, если ничего нет, почему не ехать на сборы? И второе. Лучший игрок чемпионата предыдущего года не готовится к сезону со своей командой. По туманным причинам. Это что, это не те вопросы, которые нужно поднимать? Конечно, это те вопросы, которые нужно поднимать. Но почему Спартак его должен отстранять? Потому что, опять-таки, следующий вопрос. Если нет повода беспокоиться, езжай на сборы. Если есть повод беспокоиться, реши свои дела, потом играй за популярную команду. Может, он решает свои дела, мы же не знаем. Вот это очень туманная вся история. Туманная очень хорошо. Но вот вчера на улице был туман. Но я, тем не менее, куда-то вышел с дома и пошел. Я даже прилетел сюда вчера. Вот, да, совершенно верно. Все, давайте закругляться. Это спор уже не очень про РПЛ. Это не спор. Это мы еще попросим через какое-то время Василия Вячеславовича прики. У кого-то есть профессия, базирующаяся на разборе игры. Вот как у тебя, например. Есть и другие специализации, которыми ты владеешь нормально. У кого-то есть еще специализация. Как вот все занимаются инсайдами, так или иначе. У меня моя главная специализация. Кто-то интервью берет, как дуть признанный на агенту Роскомнадзора, но не мной. А у меня специальность. Я произвожу мнение. Именно поэтому мы о них и спрашиваем. Да, и за мнение я отвечаю только перед собой и перед судом, если мне обратятся в суд по поводу... Кстати говоря, я выиграл суд у ЦСКА, между прочим, с советским спортом вместе. Это было тогда, когда суды, журналисты в Москве не выигрывали по защите чести и достоинству. А мы выиграли. Доказали, что мы имели право сказать то, что сказал. Да, конечно. Мы имеем право поинтересоваться, почему вы так сказали. Да, пожалуйста, я объяснил. Возможно ли другая точка зрения? Да, возможно. Конечно, возможно. Конечно, возможно. Просто все смотрят в футболе. На днях мне в комментах человек написал, неправильно тебе, Вася, на пенсию. Это он мне сказал. Да я и занимаюсь пенсионерским делом, я веду ютуб-канал. Любой зайчиха, кошка-машка с динамовской базы может вести ютуб-канал. Ну, обычно кукаты ведут инстаграмму, правда, и собаки, но тем не менее. Я и занимаюсь пенсионером, мне еще-то интересно уйти. Все вообще никто не зовет ее, я не знаю. Даже по силам не занимаюсь своего канала абсолютно. Кто хочет туда, тот зайдет. Вот и все. Мы задавали эти вопросы, я задавал эти вопросы, потому что мнение Василия Лутина по-прежнему много значит. У меня сложилось такое мнение, поэтому по данному вопросу я его высказал. Тем более, что вот в случае-то с промессом я вообще задал вопрос, на самом деле. Не стыкуются, ребята. Если нет, опаздывают. А там ничего не происходит. Если ничего не происходит, что же он на сбор-то не поехал? Ну, мы через месяц, происходит история в Луто, когда он уезжает в Нидерланды, и мы видим, что дело... Да, совершенно верно. Какой муж приходит домой с утра, а говорит, слушай, ты знаешь, пришлось остаться на работе. Очень хорошо, ну что же от тебя духами-то пахнет так? Какая разница? Может быть там, не знаю, может секретарь в пуговицу пришивала и прислонилась нечаянно. Но вопрос есть, он задан. И пока до него нет внятного ответа, мира в семье-то не будет. Я так понял, что Станшин сегодня готовился к защите чести и достоинства Федотова. Нет, всех получается, да. Всех друг Федотова, промеса, всех. Чести и достоинства Федотова не ущемлены, его слово против моего. Ну, я надеюсь, что Владимир Валентинович тоже как-то объяснит вот это когда-нибудь, может быть, даже в нашей стране. Ну, у него будет своя просто точка зрения. Ну, что-то уже говорил, поэтому... То есть, действительно, есть вопросы, которые мы сейчас обсудили, на которых нет ответа. Я надеюсь, что это повод нам снова встретиться за этим столом и за вот этим столом. Друзья, это были футбол итоги. На следующей неделе мы уже будем обсуждать РПЛ, предварять ответные матчи полуфиналов пути РПЛ. Да. Фондбет Кубки России. Поэтому обязательно через неделю встретимся. И у нас должен быть еще очень интересный гость. Надеемся, что у нас на неделе выйдет еще один сюрприз для вас. Ну, а завтра, во вторник, обязательно смотрите стол по медиафутболу. Севы, там будут топовые гости. Очень много классных инстал-поводов. Да? Так что Тимур теперь ходит. Как там был не только трюф, но и провал. Ну... Не, Тимур про провалы не хочет. Про провалы не хочу. Про успехи, да. Поэтому Севастян Сирлецкий, Тимур Гурская, Александр Дорский, Василий Уткин. Спасибо большое, что пришли. Надеюсь, что вы все получили удовольствие. Мы получили удовольствие. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наш Telegram-канал. Подписывайтесь на Telegram-канал Настоящий Радио Уткин. Новый канал про медиафутбол. В общем, там много всего. И, естественно, на YouTube. Кто хочет, найдет, да. Да. Всем спасибо. Встретимся через неделю. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok